Продолжение следует... Продолжение следует... Так, пока я ответа не получил... Так, коллеги... Отвечайте там кто-нибудь, слышно меня или нет? Слышно? Отлично! Доброе утро, коллеги! Начинаем наш вебинарчик. Так, прежде всего давайте настроимся. Вот, о чем мы сегодня будем говорить? Мы будем говорить о языках программирования и технологиях. Так, зачем? Потому что, ну вот мы веб-разработчики с вами в основном, и у нас есть определенный лимит свободного времени, мы занимаемся там, кто-то хочет поиграть, у кого-то есть семья, кто-то на работе там, естественно, делает проекты, есть выходные, и надо понять, куда инвестировать в свободное время. Все языки не выучишь, вот, есть большая жажда того, что-то чего-то не знаешь, что жизнь проходит мимо, технология проходит мимо, и очень много слухов и домыслов ходит. Я постараюсь эти все домыслы и слухи развеять и поделиться собственным опытом, вот, внедрение всяких языков у нас в компании. Я думаю, это поможет вам определиться с выбором, и мы как бы, ну, структурируем знания и успокоимся немножко посреди этого хайпа, когда нет вот, когда куча таких религиозных терминов со всех сторон, что это круто, это круто, это круто, а когда на поверку оказывается, что это вода. Итак, поехали. Основная проблема, с которой я сталкивался за многие годы работы вот с Битриксом, с разработчиками, сам, когда работал разработчиком, я сейчас, в принципе, разрабатываю в компании всякие высоконагруженные сервисы, и сейчас занимаюсь искусственным интеллектом и нейронными сетями. Так вот, основная проблема в том, что разработчик довольно быстро вырастает, ему становится скучно. PHP уже скучно, Битрикс уже скучно, год-два, человек хочет развиваться, что-то почитать, и часто, к сожалению, вот в нашу область веб-разработчики часто попадают люди с образованием не программистов. Вот я сам не программист, я электромеханик. При этом, благодаря собственному труду, самодисциплине, ты с 12 лет программируешь, программируешь, увлекаешься этим, и, в принципе, потом по статистике оказывается, что лучшие программисты это совсем не математики, это обычно физики, инженеры, это гуманитарии могут быть, то есть люди творческих профессий, не обязательно быть математиками. И вот людям становится скучно. И нужно что-то делать, учиться, развиваться, что-то читать. Ну вот я себя сравню в этом вебинаре с приматом, потому что я PHP-разработчик и Java-разработчик, ну вот как PHP-разработчик, ну то есть я примат, я потом расскажу почему. Итак, значит, рассмотрим мифы с вами, поговорим, нужно ли читать Кнута Седжика и заниматься, инвестировать собственное время жизни в компьютер-сайенс, глубоко погружаться туда. Нужно ли, даст ли нам чего-то полезного, высшая математика, всякие неровные сети и так далее, и тому подобное, что сейчас вот так вот у нас, ну, популярно. Что сейчас в ООПе творится, что сейчас творится в функциональных языках программирования, что сейчас вообще в мире языков происходит, и куда инвестировать в собственное время. Так, сейчас я вопросы... Так, слайды видны не полностью, не забрезан. Секундочку, спасибо. Сейчас я поправлю это. Так, коллеги, сейчас должно быть лучше. Там напишите, если стало лучше. Так, сейчас. Сейчас, сейчас я вопрос этот вот открою. Хочу. Так, вот написано, я математик. Ну, вы знаете, я в свободное время тоже занимаюсь математикой последние годы, решаю задачки, кабинаторики, выходные все прорешал. Итак, идем дальше. Значит, посмотрим индекс популярности. Популярный индекс, мы знаем его все. Индекс популярности языков программирования. Это не количество строк кода, а это популярность цитирования языков, в том числе в поисковиках. Что мы видим? Мы видим, что достаточно давно Java стала самым популярным языком программирования. Потом идет C, потом идут языки динамические, их популярность растет. Что происходит? PHP у нас, вот где-то там мы посмотрим, там на каком-то шестом месте, на восьмом месте. Вот, кратко забегу вперед. Почему Java вырвалась вперед? Ну, потому что это Америка. Во-вторых, потому что там особо думать не надо, там память управлять не надо, так себе плюс слез. Поэтому, что бы ты ни написал, в принципе, будет работать. И, как правило, хорошо наработать или нет, потом уже ты пошел на другую работу, в принципе, никто не знает. Ну, я шучу, конечно. C, ну, C традиционно язык очень популярный. На нем написано большинство операционных систем. Поэтому на нем пишет в основном системный софт. Ну, это язык, конечно, он сам по себе, он очень дырявый. Он очень многое позволяет программисту. Если человек не обладает внутренней самодисциплиной, и нет орды тестировщиков, и нет высокого образования, и большого опыта, человек, ну, лучше носить, конечно, не писать. Это мы и так знаем. Потом мы видим уменьшение. Популярность языков уменьшается, потому что, на мой взгляд, это мой вебинар, я выражаю собственное мнение. Потому что появляется популярность динамических всяких языков и новых языков программирования, макроязыков, и не только макроязыков, то же самое голые, на которых решать задачи удобно. Мы видим даже у плюсов. C++ падает популярность. C Sharp у нас, в принципе, хорошо, да, хорошие занимают позиции. Ну, C Sharp, конечно, это язык прекрасный, но у него одна проблема – это Windows. Как бы платформа портит все. PHP у нас популярность падает, но, тем не менее, она достаточно высокая. Perl, там, JavaScript. Как бы ситуация такая. Так, идем дальше. Лидеры сейчас на мае, я выбрал статистику, мая 2017 года. Лидеры Java, C++. Python у нас в лидерах языка общего назначения. C Sharp и PHP у нас вот где? PHP у нас там на девятом месте. Ну, то есть, Sender тоже кто-то вырвался вперед. Яваскрипт. То есть, в принципе, языки веб-разработки, Яваскрипт и PHP, ну, и Python в какой-то мере, они совершенно не популярны. То есть, их вообще не сравнить с популярностью со всякими скалами, там, Ирлангами, Хаскелями и так далее. Ну, о чем любят говорить, там, всякие там, в каких-то тусовках разработческих. Поэтому, о популярности Java мы потом дальше разберем. Я еще раз подробнее остановлю и расскажу, почему. Идем дальше. Исторически мы видим, что Java у нас подскочила очень быстро в начале нулевых. Потом, почему, ну, расскажу дальше, в принципе, я уже немножко рассказал. C у нас второй по популярности язык по годам. Плюсы, опять же, традиционно популярные языки. И, ну, несмотря на то, что C, C++, это дырявые языки, они, это, по сути, C++, это, ну, на мой взгляд, это огромное количество костылей на них друг на друга. Но так исторически складывалось это человечество. Страус, суд, как мог, бедненький, старался, работал, дописывал этот компилятор, добавлял туда логику всякую. И так исторически сложилось. Но это не значит, что это языки, вот они, надо брать их, изучать и работать. Языки ужасные, на самом деле. Изнутри просто ужасные. C-Sharp, популярность его выросла, потому что язык этот он взял лучше из Java, и не только из Java, но его портит, как мы знаем, платформа Windows. Python очень сильно набрал популярность. Мы дальше о Python поговорим подробно. В принципе, он похож на PHP. Во многом, примерно, язык из того класса, только по дисциплинированию. Ну, дальше у нас идет PHP, JavaScript. JavaScript, как бы смешно ни было, стандарт EDS6, он очень сильно продвигает. Язык, вот, ну, в сторону объекта, и объектно-ориентированного программирования, структуризации, там, инкоксуляции. Вот. Что еще? Node.js. Вот вопрос. Про Node.js совместимое с Bitrix. По поводу Node.js. Мы используем внутри компании Node.js в Bitrix24 для сервера чатов. До этого мы использовали модуль для NGINX, который написан на C. Мы пытались, каким-то бразильцем, мы пытались этот модуль, значит, плачет, смотреть, ну, вот он, то память текла, то какие-то завесоны. Ну, это все C. Там очень легко отстрелить себе голову. Поэтому мы приняли решение написать свой модуль, свою серверную часть и написали на Node.js. Мы дальше о Node.js поговорим. Итак, в принципе, вот опять же, PHP, JavaScript, шестое, седьмое место в этом году. Так, ну, давайте, скорее, сейчас будет интересно. И давайте кратенько по каждому языку поговорим. Моя задача – донести собственное мнение очень кратко, емко, про каждый язык, так, чтобы осталось впечатление, и мы, как бы, могли дальше отталкиваться. Ну, идемте. PHP. Друг, товарищ и брат. PHP, я работаю с этим языком, ну, наверное, с нулевых еще. Что хорошего в этом языке? В этом языке можно очень быстро начать программировать. Вот, и поэтому и верстальщики, и дизайнеры, и гуманитарии, и все люди, кому интересно программирование, очень могут быстро с него начать. Второе, PHP встроен, он одновременно является языком шаблонизации, и можно сразу очень красиво и интересно вставлять код в верстку. Эту проблему со стороны Java, например, решали с помощью Java Server Pages, Java Server Faces, и это технологии по объему просто несравнимы с PHP и по сложности. При этом они предлагают более кургузое, более громадное решение, более тяжелое, и PHP тут обделал просто всех, ну, очень на порядок, PHP гораздо удобнее. Во-вторых, PHP обладает невероятной мощью. За несколько строчек можно решить очень большие задачи. В базу обратиться, файл считать, сетевое соединение установить. То есть, в принципе, я не знаю, почему сейчас так мало об этом говорят, но PHP традиционно ассоциировался всегда не с каким-то новым языком программирования, а это язык интеграции, это макроязык, это как бы новое, обратите внимание, новое поколение языков, которое собирает остальные языки в кучу. В этом его красота. Это язык, на котором можно быстро решить задачу, собрав разные технологии. Его не надо сравнивать и вообще неправильно сравнивать PHP, например, с Java или с C++. У них разные уровни. Нельзя сравнивать, не знаю, рыбу с мясом. Ну, нельзя, или, не знаю, там, космос с океаном. Это разные вещи. PHP, вот PHP можно сравнить с питоном, например. Это языки близкой категории абстракции, но ни в коем случае не с другими языками. На PHP нельзя там расстрелить себе голову, надо очень-очень постараться. То есть, безопасная работа с памятью, хотя утечки иногда возникают, но они очень редко возникают. Слабая динамическая типизация. Я сейчас заострюсь, потому что дальше мы этот термин будем употреблять часто. Слабая и строгая типизация. Что это такое? Ну, это когда можно сравнить, например, строку с числом или присвоить, например, числу, присвоить строку. В PHP это делать можно. В JavaScript это делать можно. Это называется нестрогой или слабой типизацией. То есть, с одной стороны, это удобно. Взял бревно в розетку, засунул и ничего не сгорело. С другой стороны, конечно, возникают некие особенности, баги. Но, если честно, я из практики скажу, что вот у меня, например, меня эти баги никогда не мучили. И хотя вот поговорить с джавистами не будут доказать спину у рта, что это очень серьезно, что нельзя строку присваивать числу, сравнивать их, перемешивать. В PHP это как бы все с этим нормально. Я сейчас, вот обратите внимание, я говорю сейчас не строго, не терминами формальными. Я объясняю, что слабая типизация это когда можно смешивать разные типы в выражениях и язык это понимает, преобразует их. Не забывайте, пожалуйста, словам. У меня лекция свободная тут. Значит, динамическая типизация и статическая типизация. Что это? Это другое. Динамическая типизация, когда я могу в одну переменную положить число, строку, там, буль, например. И все это делать в рамках скрипта. В принципе, так делают редко. И в основном новички. Обычно никто в одну переменную объекты разных типов не кладет. Но это принцип плохого стиля. Поэтому на практике, лично у меня, это никогда не вызывало проблем. Если вы поговорите с всякими C++, с ребятами, джавистами, они вам скажут, что это делать вообще неправильно, язык не должен это позволять, это бардак, это смертоубийство, ничего подобного, коллеги. Нормальные люди так просто никогда не делают. И это удобно иногда. Если взять, допустим, к этому классу относятся у нас языков. Динамическая типизация PHP, Python, Ruby, JavaScript. Другой статическая типизация, это когда мы берем и сначала компилируем код, компилятор проверит все типы, и потом есть ощущение, что раз она скомпилировалась, значит у нас с типами все в порядке, все хорошо, все строго, и это будет работать надежно. Но на самом деле, скажу из практики, с одной стороны, наверное, иногда да, с другой стороны, это вызывает кучу-кучу дополнительных инструкций в коде, дополнительных, то есть ум засоряется различными типами, мы дальше об этом подробно договорим, то есть я и хочу сказать сейчас, что это не преимущество. Это не преимущество. Дальше. В PHP у нас много коллекций универсальных. Ну там массивчик, там еще можно взять дополнительный, но в основном массивчики. У нас есть куча расширений библиотек. Пожалуйста, тебе нужно что-то в Unix взять, пожалуйста, бери библиотеку, подключай. И на PEC, допустим, куча там расширений на CISL для PHP. И близкая интеграция с Unix, мы об этом дальше поговорим. То есть вот такой у нас язык. Так, пишут, что висят картинки, звука нет у всех. Идем дальше. Java. Другой мир. Java у нас старый достаточно. Такой вот язык, ну можно характеризовать его язык надежности. Java написан, придуман был в корпорации Sun, когда поняли, что в C++ просто опасно дальше двигаться, потому что язык дырявый и требуются очень-очень квалифицированные специалисты, чтобы они, как бы, люди не острелили себе части тела. Java, она работает на уровне гораздо ниже, чем PHP. Она работает на уровне строгих типов. Но при этом Java автоматически управляет памятью. Вам не нужно заниматься выделением памяти. То есть то, что вызывало основной поток ошибок в C++, и не только ошибок, но там некорректной работы, проявление с безопасностью, до сих пор проявлены с безопасностью в Unix, они вызваны тем, что Unix написано на C. Постоянно выход за пределы буфера, всякая ерундистика, строку там неправильно обрезали и так далее. То есть куча возникает проблем геморрой, просто из-за того, что выбрали язык дырявый, в котором можно сломать память и сломать данные в памяти в C++. В Java этого нет, но на Java нам написано большое количество кода, Java сразу взяли в Enterprise, потому что это виртуальная машина безопасна, она работает и на WinDA, и на Unix, но не совсем одинаково, там с файлами немножко разница была, до сих пор хорошо не решили проблему, красиво, на мой взгляд. Тем не менее, Java работает медленнее в C++, но не сильно медленнее, ее очень сильно ускорили в последние 5 лет, наверное, очень сильно ускорили. Она, по сути, приближается к C++, единственное, она жрет больше памяти, и у нее постоянно работает сборщик мусора, то есть это некая нагрузка еще на компьютер у вас идет. Ну, и в принципе, вот люди, которые работали на C++, например, люди, которые в GameDev, они, ну, как бы правильно говорят, что на Java что-то серьезное, игры, например, нормальные, кроме Minecraft, да, если писать, то вы как бы, ну, вы не получите скорость, которая была на родных, там, нативных движках, на C++. То есть Java, она не для скорости, она для надежности, для производительности, для кластеров. Вот, в Java хорошо поддерживается объектно-ориентированное программирование, плюс в последних, там, 8-7, там у нас появились лямбды хорошие, части функционального программирования. Вот, Java изначально позиционировал себя как объектно-ориентированный язык, достаточно консервативный, достаточно, ну, точно строгий, но Java, я очень много лет пишу на Java, какие-то вот высококонружные сервисы для Битрикса, в том числе в Амазоне, там мы их размещаем, там машинобучение занимается на Java, в чем проблема Java? Она многословна. Вот, кажется, ну и что? На самом деле, многословность языка, когда у вас на экране помещается, там, полторы функции всего, это большая проблема. Они мало говорят об этой проблеме, но это ключевая проблема, на мой взгляд, вообще подхода к языкам. Я объясню, в чем суть. Дело в том, что наш мозг устроен так, что когда на экране много информации, мы устаем вычленять из нее суть. Когда у вас язык многословен, как Java, допустим, вы очень быстро теряетесь, у вас внимание, у вас начинается когнитивное расстройство, вы увидите когнитивный шум на экране, и вы начинаете допускать ошибки. То есть, с одной стороны, хотели как лучше, сделали язык богатый, с богатыми конструкциями, но когда ты программируешь на нем, ты начинаешь ошибаться, потому что куча буков, много буков на экране. У тебя в голове не помещается больше одной функции, потому что так написан, такой язык, что он, ну, как бы, он сжирает очень сильно пространство экрана. Люди начинают ошибаться, они забывают, что было в предыдущей функции. Когда вы пишете с помощью классов, вы тоже забываете, что было под капотом того или иного класса. Мы все люди. Поэтому программа работает медленнее, потому что мы забываем контекст. Нужно писать тесты, потому что у нас нет единого скрипта, как в PHP, который мы видим и понимаем, у нас в голове он исполняет этот скрипт. Мы вынуждены писать тесты. То есть, вот эта проблема Java, она стала понятна не сразу. Прошло там 5-10 лет, когда люди поняли, что многословность языка вызывает проблемы. Дальше. Статическая типизация. Язык статически типизирован, то есть, строгие типы проверки. Ну, не до конца, конечно, но делается много для проверки. Большое количество типов данных. И коллекции, и деревья, и хэши, и множество. Ну, в этом случае, и эти все вещи, они безопасны. Они безопасны спами. Это не стейлси плюс плюс. В Java у вас коллекции, вы не сломаете, не отцелите себе руку этими коллекциями. Они работают надежно, проверены. Что еще хорошо в Java? Идешки. Хорошие идешки. То есть, редакторы, в которых мы пишем код, они прекрасны, потому что язык строго типизирован, потому что язык уже сформировался, он устоявшийся, потому что это компилированный язык. У вас все можно по типам разбить. Поэтому идешки позволяют, во-первых, удобно работать с кодом, во-вторых, они позволяют делать прекрасно, удобный рефакторинг. Рефакторинг на самом деле нужен. И вот рефакторинга, возможности рефакторинга, хорошего рефакторинга, который есть в Java или в C-Sharp, его, конечно, в PHP и в Python не достает, сильно не достает. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о достоинствах. Так, идем дальше. Python. Python совершенно другой язык, и его, наверное, нельзя сравнивать напрямую с плюсами, с Java, но надо правильно понять его философию. Философия Python совершенно иная. Философия Python близка на философию PHP. Это, как сказать, лень раздолбайства, в хорошем смысле. Когда вы не хотите писать код, вы хотите решать задачи. Вот тут Python, конечно, во всей своей красе. Python в последнее время, опять, как бы, он в третьей версии, да, они там доработали его, но суть в том, что когда сейчас пошел хайп машинного обучения нейронных сетей, тут опять у нас взошло солнце Python, потому что именно на нем очень удобно создать прототипчик, поиграться с нейронными сетями, поиграться с моделями. Появилось большое, и до сих пор существует, развивается большое количество математических библиотек для научных исследований. Для, например, для SkyPy, для, SkyPy точнее, для обработки тензоров и матрикс, это NumPy, для машинного обучения и нейронных сетей, это TensorFlow, это Keras, это Tiana, это все Python и C, ну, там, библиотеки на C. То есть язык в этом, это Matpli для отрисовки графиков, это SkyKit Leon для базового машинного обучения без нейронов практически, ну, как и другие алгоритмы, которые были, в принципе, до этого известны, хорошо. Поэтому Python прекрасный язык общего назначения, но он устроен по-другому. Там нет вообще, как бы, во-первых, динамической типизации, ну, как в PHP, но при этом строгая типизация. Вы не можете смешивать в выражениях произвольно строгие числа були. У вас, ну, нельзя там, например, ну, я сейчас не могу, конкретно не буду пример приводить, ну, там, допустим, один тип с другим, легко, если метод не предусмотрен, вы не можете сложить, а PHP разрешает, оно делает приведение типов. В этом отношении Python строже. Python сразу выкинет исключения. То есть раздолбаст, то тут, конечно, поменьше. Но, тем не менее, у вас там исключения, надо учить, где он что может выкинуть и чувствовать. Дальше. В Python сразу вы пишете код, не надо париться по поводу коды стайла. У вас сам язык определяет коды стайл, все отступы, скобок нет. Это удобно. Но Python, в принципе, против объектно-ориентированного программирования, и не просто так, потому что OOP. Python, когда вы пишете скрипт на Python, и в том числе на PHP, у вас скрипт перед глазами, у вас 20 строк кода решают задачи, вы все видите, вам не надо писать тесты к этому. Вы понимаете, что происходит. Когда вы начинаете объектно писать, вам надо писать тесты, потому что вы забываете сразу, что было в каждом методе. У вас нагромождение объектов начинается. В этом случае, я думаю, из-за этого Python не поищает OOP, хотя позволяет на нем писать, если кому-то очень хочется. Python зато позволяет, он поищает писать модульно, то есть структурирует программу. Ну, в этом случае, наверное, он похож на Pinet.go. Мы о нем дальше поговорим. Так, с Python все. Коллеги, задавайте вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста. У нас же тут не монолог, а диалог. Дальше посмотрим на Node.js. Node.js взял прекрасную идею из мира Unix. Это идея работы с сокетами асинхронно, и не только асинхронно, но в одном процессе, с помощью системных вызовов Select Pool и их аналогов. Кто смотрел исходники Nginx, тот понимает принцип работы Nginx. Суть в том, что мы не создаем на каждый сокет отдельный поток. Мы обрабатываем большое количество сокетов операционной системы, то есть это порты открытые для работы, например, по сети. Мы обрабатываем их с помощью одного процесса, и при этом мы пробегаем все сокеты и проверяем, готова операционная система отдать нам данные из сокета или нет. Я немножко сейчас спустился в более низкий уровень, на уровень операционной системы, но суть в том, что не нужно создавать кучу потоков для того, чтобы работать с тысячей сокетов. Достаточно работать в одном потоке или процессе. Эту идею перенял на себя Node.js, фактически такой Nginx, он внутри себя поддерживает этот цикл пробегания по сокетам, а вам дается классический JavaScript, в котором можно писать код, обрабатывать сокеты, большое количество сокетов, при этом вы это прописываете асинхронно с помощью промисов, колбаков различных. При этом у вас получается сервер Node.js, который обрабатывает большое количество сокетов, поддерживает большое количество клиентов, при этом почти не грузит процессов или грузит его не так сильно, если бы, допустим, писали это в каждую сокет в отдельном процессе. То есть у вас снимается большой геморрой по работе с сетью с помощью Node.js. Это очень хорошая идея. Последние версии Node.js, мы видим, поддерживают частично стандарт S6, а это уже не наш любимый JavaScript, который, в принципе, простой, смешной, но очень работоспособный, классный язык. S6 добавляет различные интересные вещи с точки зрения ОООП и другие очень вкусные плюшки. И Node.js постепенно эти вещи адаптирует, поэтому штука серьезная, штука интересная, штука рекомендуется. Мы сами используем Node.js в наших внутренних проектах, я уже говорил, для чата на BitX24. Плюс в Node.js он использует гугловый движок V8, в котором ребята очень интересно экспериментируют с JIT-компиляцией JavaScript прямо в машинный код. Вот по поводу JIT-компиляции, что это такое? В PHP такого нет. И понятно, будет ли на самом деле. В Java это есть давно, это позволяет на лету компилировать части приложения, которые выполняются часто, в нативный код. Поэтому не нужно сразу, как на C+++, например, компилировать сразу все в бинарных. Зачем? У вас есть виртуальная машина, она определяет, что вызывается наиболее часто, и эта вещь компилирует в исполнении код. Такого в PHP нет. В PHP все бывает код компилировать. Когда будет JIT, непонятно. А вот в Node.js в V8, точнее, это уже сделали. И молодцы. В Python тоже такого нет. Там что-то пытаются сделать, какие-то делают какие-то Python. Ну, там, вот, например, наняли же разработчика Python в Dropbox. Они там делали, ускоряли Python. По-моему, тоже JIT хотели прикрутить, но, к сожалению, особо каких-то результатов не добились, поэтому, наверное, в Python тоже этого не будет. А в Node.js стоит. Так, отдали долг в Node.js. Идем дальше. Scala. Ну, вот это, наверное, один из... Так, вот сейчас у меня вопрос задал. Непонятна цель данного вебинара. Если для новочков в программировании, то очень много непонятного для них лексикона. Если для опытных, то они выбрали себе язык и про особенность других, проинформированы. Ну, смотрите, на самом деле этот семинар для тех и для других. Я хочу пробежаться по языкам и новички услышат новые термины, это им полезно. А опытные разработчики, я сомневаюсь, что у людей есть время копаться, например, в скале, копаться, например, в Haskell и делать проекты на этих языках. Я сомневаюсь, что у них есть время. Они заняты в веб-студиях разработкой веб-проектов часто на Bittrex. Поэтому я хочу им рассказать, что есть в мире. Цель такая. Вот пишут, что в PHB8 планируется GIT, компилятор может и слухи. Хорошо, если планируется, это еще больше ускорит PHP, хотя седьмой ускорили очень хорошо, раза в два, наверное. Дальше вот спрашивают, извините, пропустил для создания приложения на андроиде, нужно знание математики. Мы дальше об этом поговорим. Давайте про алгоритмы, про компьютерный сайенс, про коллекции, про это все. Чуть дальше у меня слайды. Сейчас мы по языкам проходим. Значит, по поводу языка Swift спрашивают. Вы знаете, честно сказать, не сталкиваюсь с языком Swift. Я вообще как бы, я что здесь не беру в этом вебинаре? Я не беру мобильную разработку, я не беру какие-то языки, с которыми я не сталкивался. Я рассказываю тем, с чем я небосредно сталкивался, работал, и эти языки достаточно популярны. Прошу меня простить. Всякие, например, там языки интересные. Джулия, например, да, там, я про него не расскажу. Это вы сами посмотрите. Но, тем не менее, я хочу помочь вам все-таки определиться. Итак, идем дальше. Скала. Прокотлин будет, вот у меня тут есть чуть-чуть прокотлин. Значит, Скала создана, потому что Java страшно многословна и достаточно консервативна. Скала, почему назвали Скала? Потому что язык очень интенсивно, смело развивается. Плюс, если Java заточена на объектно-ориентированное программирование, у которого есть преимущества, есть недостатки, преимущество в том, что можно кучу людей посадить, они будут делать объекты, вы расскажете им основные принципы инкапсуляции, полиморфизма, наследование, они прочитают паттерны проектирования GoFa, классика, прочитают Мартина Фаулера, это шаблоны корпоративных приложений. В принципе, они будут писать устойчивый код, но нужно писать тесты, и люди могут закопаться вот в этих вот дебрях объектов, забывая, что там в каждом объекте есть. Скала вносит в мир Java идеи функционального программирования, которые наиболее ярко, наверное, реализованы в языке Haskell. Вот мы дальше о Haskell поговорим, но эти идеи, они и сейчас как бы присутствуют, и сейчас популярны. Скала их берет, не все правда, но берет, например, вот всякий паттерн-матчинг, берет керинг, берет партиал фаншн-апплаинг, берет частично монадический подход, поэтому в Скале, кстати, очень интересная система типов, посмотрите, вообще, я рекомендую изучать Скалу для развития, для развития интеллекта, для развития, вы увидите, наверное, самое лучшее, что сейчас есть в мире программирования, увидите в лаконичной форме, это язык достаточно сложный, Скала, но тем не менее, она очень лаконична, и одна из целей Скала было писать лаконичный код, то есть, как можно меньше букв писать, и поэтому программы на Скале, они читаются часто очень хорошо, очень ясно, они похожи на питончик, они в чем-то похожи на PHP, хотя она строго типизированный язык с компиляцией, с автовыведением типов, то есть, язык лаконичный, красивый, и берет из себя лучшее, наверное, из других языков программирования, но, конечно, не без проблем. По мнению многих экспертов, с которыми я сталкивался, я лично с этим сталкивался, Скала страдает от того, что можно завернуть такое, что ты сам потом не можешь понять, что ты написал, то есть, она все-таки хотели упростить о реальном усложнении, поэтому на ней надо писать очень аккуратно, потому что там можно переопределять методы, переопределять операторы, в общем, посмотрите, но на самом деле впечатление противоречиво, тем не менее, отличная, как бы, отличная вещь для того, чтобы, и в Скале очень интересно, посмотрите, как работает система типов, она, в том числе, основана на математической теории категорий, и она совершенно отличается от Java, там можно, в Скале можно типы, то есть, я сейчас не буду сыпать страшными терминами из теории категорий, но работа с типами там, конечно, потрясающая, она совершенно другая, работа с коллекциями, там дженериксы сделали совершенно по-другому, там их, ну там идеологически они сделаны по-другому, в этом отношении язык очень интересный, так, и плюс еще на Скале сейчас делается Apache, на Apache, это, ну, фонд бесплатных проектов, открытых, открытых проектов Apache, делается проект под названием Spark, тоже на Скале, и насколько я помню, на Скале написана у нас очень известная платформа для обработки событий, это, сейчас я скажу, Kafka, Apache Kafka, то есть Apache Spark, это платформа для Big Data, для обработки данных памяти, и надстройка над Hadoop, практически, Hadoop 2, как бы в кавычках, и это у нас вот этот вот Kafka, поэтому Skala интересная штука, развитие не такое быстро там идет, в принципе, рекомендую посмотреть, давайте, так, вопрос у меня, спрашивают про, сейчас, секундочку, секундочку, сейчас я на вопрос отвечу быстро, потому что, можно ли совмещать Node.js и Bittrex? Ну, конечно, можно, но, я думаю, в самом Bittrex, я не помню, что были модули прямо на Node.js, но, тем не менее, пожалуйста, экспериментируйте, мне кажется, веб-разработчики, которые знают Eavascript, которые знают Bittrex и PHP, для них Node.js, ну, просто must have, используйте, смотрите, для обработки нагрузки, для чатов, почему бы нет, мы сами тем более используем, тут у меня этот вопрос, так, появился много раз, так, Kotlin, по поводу Kotlin, Kotlin проще скалы, Kotlin это тоже синтоксический сахар, это классный язык, пишется нашими отечественными разработчиками из Питера, Kotlin это остров в Балтийском море или в заливе, я тут точно не помню, я смотрел Kotlin, мне понравился этот язык, но скала мне нравится больше, потому что она мощнее, я люблю вот вещи, где там реализован, но, тем не менее, Kotlin сейчас, насколько я помню, недавно выбран в качестве еще одного официального языка для разработки под Android, а скалу не выбрали, потому что у скалы более высокий уровень вхождения, ну, то есть, опять же, попытка Kotlin это сделать, он же появился позже, насколько я помню, он в 11 году появился, а скала появилась на нулевых еще, он как бы еще попытка переплюнуть скалу такую, еще проще сделать, еще будет окончательно, обратите внимание, в Kotlin и в скале типы вводятся часто автоматически, вам не надо прописывать все типы, хотя это языки строго типизированные, со строго типизацией и компилируемые, тем не менее, типы выводятся динамически, в этом случае, то есть автоматически, но это вызывает увеличение времени компиляции, естественно, и иногда это ухудшает, ну, это наоборот запутывает. Так, коллеги, давайте дальше двигаться, у нас еще интересный сахар, что такое синтетический сахар? Нет, синтаксический сахар, не синтетический, синтаксический сахар это, когда вы можете что-то записать кратко в коде, красиво, вкусно, так сказать, для сознания, для ума, хотя можно написать это и иначе, и более сложно, более громоздко, но тем не менее, эти вещи будут решать одну задачу. синтетический сахар для красоты. Пойдемте, значит, Rust, Rust, очень классный язык, он другой, это язык более низкого уровня, тем не менее, он популярный, он сейчас продвигается Мозилой, в чем его суть? Это попытка устранить дырки в C++, это попытка не управлять памятью в C++, при этом сделать так, чтобы все работало быстро, без всяких рунтаймов. Ну, как мы помним, Java, Scala, Kotlin, C Sharp это рунтайм, виртуальная машина, которая добавляет вот издержки и управляет памятью. В Rust пытаются эту проблему уйти за счет структурирования, за счет синтекса языка, так, чтобы вы и памятью напрямую не управляли, не уделили, да, и у вас память автоматическая, то есть, вы пишете конструкцию так, что память, памятью идет управление автоматическое, вы не лезете в эти вещи, вы не можете настрелить себе ногу, если не постараться, хотя там можно настрелить, но это гораздо труднее, чем C++. При этом эта штука работает очень быстро. На мой взгляд, нужно обратить внимание на этот язык, если вы хотите писать что-то на системном уровне, быстрое, такое вот современное, многопоточное, с строготипизацией, с выводом типов, но при этом компилируемая и, по сути, работающая со скоростью C, выбирайте, выбирайте раз. И очень интересный язык. Тут и паттерн-матчинг есть. И, конечно, не ушли в многопоточность. Многопоточность всем нужна, потому что много процессоров, многоядерные машины. В Java многопоточность давно на уровне языка. Она улучшается. Но в Java есть проблема многопоточность дырявая. Ну, как дырявая, логически дырявая, потому что в Java можно очень многопоточности испортить данные. Ничего прям критического не случится, машина не рухнет, но при этом вы можете прочитать устаревшие данные из памяти. В Java Java Memory Model есть прям книга про это интересная, даже много книг я могу отдельно про это рассказать. Но, по сути, если вы не обладаете знаниями глубокими в области многопоточности, вы на Java многопоточность нормально резюте. Хотя появился этот экзекьютор фреймворк, в котором можно заниматься многопоточностью, но, опять же, очень аккуратно и понимая, что под капотом. В Rusty решили эту проблему, как они считают, и при этом тут у нас тут у нас Mozilla, так сказать, продвигает эту технологию. Пожалуйста, посмотрите, я рекомендую. Идем дальше. Go. О Go много говорят. Мы смотрели Go. Общее впечатление кастрированный язык, очень кастрированный. Ощущение, что сделан язык для таких вот, для того, чтобы, ну, как бы зазомбировать людей и заставить их не носить писать, а на чем-то более безопасном. Ну, конечно, не на питоне, чуть пониже. Go, что сразу скажу, вот что понравилось. Go это компилируемый язык, но с рунтайма. То есть, он и компилируется в бинарный код. Это, как бы, хорошо с одной стороны. С другой стороны, там внутри виртуальная такая, некая маленькая виртуальная машинка, но рунтаймой назовем, которая занимается сборкой мусора. Это добавляет. Сейчас, по мнению экспертов, с которыми я общался, и вот то, что я смотрел, сборщик мусора Go уступает пока сборщику мусора Java, потому что, ну, Java давно инвестировали кучу денег в сборку мусора. Плюс это проект Гугла, плюс это, насколько я помню, Томсен тут поучаствовал в создании Go. Ну, то есть, вот такие очень хорошие старперы, очень уважаемые, ну, старперы, ну, уже они на пенсии. Тут это наши любимые разработчики, которые уже напрограммировались, и вот у них такой дембельский аккорд, и вот они делают этот язык. Язык продвигается Гуглом, естественно, это инвестиции, естественно, реклама, язык становится популярным, но тем не менее, хорошей поддержки объектной программировать там нет, исключений там нет, то есть, какая-то вот, какая-то постоянно кастрация пшеницы, вот словами этого, вот нашего известного ученого, да, Лысенко. То есть, что-то такое ощущение, что тебя посадили в такие рамки, чтобы ты просто-напросто в компании там ничего там плохого не сделал. То есть, язык не дает возможность растворить. Он такой вот, ну, честно сказать, вот в этом не понравился. В том, что он сильно обрезанный по функционалу, но тем не менее, что хорошо, что поддерживаются изнутри языка потоки, гораздо проще с ними работать, ну, хотя в ограниченном объеме, чем в Java, допустим. В этом, это, конечно, красота. Это строгая статическая типизация, естественно, это плюс. Вот. Аккуратно смотрите, я рекомендую, если у вас все-таки системные задачи, то, наверное, требующие высокой производительности, то, наверное, лучше не на Basha это писать, конечно, и на Python. Я, конечно, порекомендовал писать такие вещи на Go. Во всяком случае, это лучше, чем писать их на C, если у вас нет специалистов. Вы хотя бы, у вас это будет нормально работать. На Go мы видим, появляются проекты интересные, там и по агрегации данных, я сейчас на слайд их не выписал, Инфлюкзи Би, вот то, что я помню из известных проектов на Go. Поэтому язык, в принципе, ну, можно сказать, состоялся, но аккуратнее с ним, потому что вот вот эта упрощенность такая, да, она, конечно, очень сильно смущает. Не хватает, мне многих вещей там не хватает. Так, по поводу, спасибо, интересно сравнивать с легкой формой. Нельзя ли выслать презентацию? Во-первых, идет запись презентации, во-вторых, будет, она будет выложена на страничке презентации, на страничке вебинара на сайте Битрикс. Оттуда можете скачать и презентацию, и вебинар. Так, давайте идти дальше, у нас дальше много интересного. Значит, использовали, видел, использовали Луангинск, еще где-нибудь используйте. По поводу Луа. Луа, насколько я помню, это динамический язык, у меня нет слайда, посвященного Луа, где-то динамический язык, динамической типизации, по-моему, не строгая типизация там, по-моему, как я в скрипте раздолбайство. Но это не важно, уточните, Луа используется, как язык скриптинга, он очень, он очень лаконичный, простой, быстрый, в играх он используется, в различных, там, по-моему, в World of Warcraft он используется, и он очень активно используется, кстати, в машинном обучении, в нейросетях, в платформе, под названием Torch. Эта платформа, насколько я помню, ее пилит Нью-Йоркский университет, она написана на Луа с сишными вставками для работы с тензорами. То есть язык, он не умирает. А для NGINX мы использовали Луа для того, чтобы ускорить работу, для того, чтобы писать модуль к NGINX. Мы пытались на C писать модуль к NGINX, но NGINX он не очень хорошо документирован, а когда ты пишешь на форум вопросы, тебе отвечают, что look the sources, look, посмотри исходник и люк, ну так шутят тебе. А у меня, извините, времени нет смотреть исходники. Мне нужно прочитать документацию, копить и использовать. В этом отношении, когда я пишу модуль по NGINX на Луа, я пишу, как я хочу на Луа. Там все документировано, какой-то китайский это расширение писал на NGINX. Поэтому, если можно что-то писать для NGINX, то используйте Луа и будет счастье. Так, идем дальше. Haskell. Ну тут вот, наконец-то, мы дошли до Haskell, почему он вызывает такой трепет у людей, почему он считается элитарным языком. Я вам сразу скажу. Мы смотрели Haskell. В чем особенность языка? Этот язык написали математики. Вот, вот когда мы с вами девчонок дергали за косички, бегали там в садике трусы и снимали, извините, эти ребята уже носили очки и изучали математику, изучали алгебру. Потом они учились в математической школе, потом они в институте учились. Это люди от природы, обладающие хорошим, абстрактным мышлением, и они как бы, ну как музыканты, то есть, это люди особые, у них очень сильная логика развита. И они создали математику, они описали ее, математика прекрасна, но в ней много разделов, которые на практике вообще не используются практически. Поэтому сейчас интерес вот к физике проявляют ученые. математика уже дала миру очень многое. Она дала миру компьютер, она дала миру машины тюринга, она сейчас исследовала, она многое дала, но нельзя как бы так сильно увлекаться математикой. А теория категории, на мой взгляд, математика, это увлечение излишнее. Математики дошли до того, что они стали говорить, что языки программирования должны быть функциональны, то есть, мы должны программировать формулами, формулами, а рунтайма нет. И как бы они, то есть, люди запариваются на тему ввода-вывода, который мы понимаем легко, как программисты. Это операционная система, это ввод-вывод, это буферы, это императивно программированные алгоритмы. Они говорят, нет, сортировать надо не с помощью массивчиков и цикла форм, надо сортировать рекурсивно, то есть, люди вообще иначе думают, они сортируют рекурсиями, они их оптимизируют, то есть, там совершенно другой уровень. И вот математики придумали основанную теорию категории язык хаскин. Если вы начнете его читать, вы ни черта не поймете, пока не... Ну, то есть, вы что-то там поймете, но если вы не изучите теорию категории, вы не поймете, что такое монады, что такое функторы, что такое там вот эта категория. Если мы с вами знаем, что такое объектно-реативно-программирует, что такое наследование, то там существует три типа наследования. Ковариация, контрковариация, инвариантность. Там столько вещей, которые в реальной жизни практически не встречаются или очень редко встречаются. Вы просто убьетесь. И вот поэтому этот язык считается таким аликсовым, абстрактным. Он красивый. Вы программируете формулами, вы строго определяете типы, он функциональный. Но этот язык мертвый, на взгляд. Он сразу родился мертвым. Но, тем не менее, скала, например, из него взяла многие вещи. То есть, он родил хорошие идеи. Он такой, академический больше. Поэтому, если вы хотите сломать себе мозг и просто прокачать интеллект, я вам рекомендую, Хаскель, посмотрите. И вам на PHP сразу станет гораздо лучше, интереснее и сразу настроение улучшится. Вы поймете, что для чего придумали PHP? Чтобы на Хаскель не писать. Хотя красиво, конечно. Особенно, вот, постоянно, я слышу от коллег вопросы, что такое монады, как это вообще такое. И я даже не понимаю, как людям это объяснить. Я не понимаю, зачем, зачем это, зачем вот это понятие ввели такое. Ну, то есть, понятно, что там при обработке коллекции у тебя могут возникнуть там нул-значения, чтобы их не было. В Java просто решили. Они добавили тип оптимум или оптианал, не помню. И, как бы, для работы с нул-значением. Там проще. Но это, как бы, не полное решение монады. Нужно там еще там подойти. В Scala решили получше. В Хаскель решили лучше всего. Ну, короче, интересный язык, но на мой взгляд, совершенно непригодный. Но, тем не менее, сейчас в свете появления квантовых компьютеров, а вы знаете, что они появляются, это вопрос времени. Лет через 10, я думаю, уже появится в квантовом компьютере общего значения, который работает совершенно не похоже на то, что сейчас у нас машина Тьюринга. Да, или там реактивируя фон Неймана базовая. У нас квантовый компьютер работает по принципу квантовой спутанности. Это там вообще по-другому все. И вот там один из языков, насколько я знаю, выбранный для программирования квантовых компьютеров, это язык, основан на Хаскеле. Вот там как раз пойдут функциональные программирования, строгая такая типизация. У вас чистые функции, poor functions такие, которые не вызывают как бы сайд-эффектов. там вот этот код можно легко сделать параллельным, закэшировать в памяти и так далее и так подобное. То есть, скорее всего, там это нужно будет. Но опять-таки, я думаю, до веба это зайдет лет через 500. Париться не надо. Так, коллеги, вопросы задавайте. Значит, все, мы рассмотрели языки, теперь давайте пробежимся по мифам. Какие есть мифы про языки? В чем проблема? Почему возникли мифы? Я думаю, потому что программирование это все-таки искусство, а не наука. И в искусстве, как правило, нельзя все точно измерить, формулы посчитать, поэтому существуют всякие, возникают религии различные, возникают культы, возникают мифы. Я постараюсь вот эти мифы разобрать, чтобы нам стало спокойнее. Интересно. Коллеги, вот я вопросов не вижу. Ну, пойдемте. Значит, первый миф, наиболее популярный. А, PHP, все с вами понятно. Вот такой миф. Для дебилов. Ну, скажу по опыту, что я видел, как программируют для веба C, C++, Java-разработчики. Это какой-то кошмар. Люди начинают гонять байтики. Байтики, массивчики. Вместо того, чтобы ArrayUniQ использовать, или вместо того, чтобы Implot использовать, они начинают создавать циклы. То есть, в чем проблема? Людей загнали на Java, на C, на C++, их загнали, C-Sharp, их загнали на низкий уровень абстракции. Они не могут туда выйти. Они начинают лезть под капот постоянно. Чувак, блин, да вот тебе ключ, вот тебе газ, вот тебе тормоз, вот тебе руль, езжай. Нет, он пойдет под капот. Он пойдет пробовать бензин, проверять там октановое число, он полезет в выхлопную трубу. Вот это шизофрения. И вот нужно от нее лечиться. А это нужно какое-то время. Поэтому люди с низкого уровня, им очень сложно, нормально влиться в PHP-разработку. Они не понимают, зачем используют массив такой, а почему там они начинают доходить до какого-то уровня. Они не учат функции. Они говорят, ну а зачем мне функции учить? Вот у меня массив, вот у меня и есть символ. Я сейчас отсортирую тут QuickSort и начинают QuickSort писать. Ну то есть вот программирование низкого уровня в головном мозге такое. Это нужно лечить. А если человек сразу пришел в PHP, ему гораздо легче. Он понимает, что есть функции. Он сначала читает в библиотеке, что есть, все такое массивы. Какие есть операции с массивами. Он читает, все сначала читает, а потом у него код получается простой и лаконичный. Он все использует в стандартной библиотечной. Почему взлетел в PHP? Да потому что на нем очень быстро решаются задачи. Это не недостаток, это достоинство. Быстрое обращение в базу. Быстро создал. Даже не надо объекты создавать. Скриптик написал, у тебя он все выполнил. PHP, конечно, в этом отношении просто бомба. Если сравнить Java с Spring MVC, где для написания Hello World вам нужно совершить тысячу действий различных. Это кошмар. Какие-то... Я в Java знаю хорошо. Я неполнослышка говорю. Я это все делаю. Я вам скажу, что Java это смертоубийство для веба. Просто жутко. В этом случае PHP просто красавица. Вот. Сильные стороны PHP это относительная лаконичность, относительная ориентированность не на математику, а на человека все-таки, на живого человека. Он такой вот раздолбайский, в хорошем смысле, такой вот, ну, как байкеры, что байкеры делали. Такая свобода любой жизни. Тем не менее, в PHP строгости немножко иногда не хватает. То есть, не все строго, не все как бы красиво, как хотелось бы. Ну, и различные такие вещи, как слабая типизация, как бы, они как бы иногда вступают на крупных проектах. Но, опять-таки, скажу, если как бы с ними правильно дружить, то ничего страшного тут нет. Так, идем дальше. Вот я, вот я 15 лет пишу на PHP, и на Java, и на Python, и я не чувствую себя приматом, если честно. Я использую просто правильный инструмент в нужное время. И все. Дальше, значит, все-таки вопросы возникают. Все-таки для самописных сайтов в PHP лучше? Я думаю, да. Есть еще Ruby, но после PHP как-то вот что-то вот не пошло. Ну, честно сказать, непонятно, а стоит ли свеч. Ну, да, там покрасивее, там, да, построже в чем-то. Ну, там, Rails. Но, честно сказать, в PHP настолько лаконично, настолько они попали вот в точку, что нужно вебу, что как бы вот и руки как бы никуда не идут. На Java же тоже можно веб писать. И GSP есть технология, но она настолько громоздкая. Вам нужно прочитать, что такое сервлет, книжечку такую, страничек на 100. Что такое GSP, книжечка, страничка, еще на 100. Потом прочитать, что такое контейнер-приложение, что такое JDBC. То есть, у вас куча книжек, блин, которые надо все лето читать, чтобы, блин, совершить обращение в базу и вывести строку на экран. Нахрена мне это надо? Я беру просто через MySQL R, Эхо, там, и все. В этом отношении, ну, зачем? Дальше, значит, долго работал сессия плюс-люз. PHP был тогда для меня швейцарским ножом. Быстрый инкулиентный распорсит текст. Да, это швейцарский нож, конечно. В этом отношении, в этом отношении красота PHP. Универсальность это язык другого уровня абстракции, язык, макроязык для решения бизнес-зач быстрого. Но на самом деле, вы скажете, ну, то есть, я так говорю, пишите на PHP, а потом перепишите на чем-то более серьезном, на Java, на 7.0. Ну, в 99 случаях это не нужно, потому что проекты, ну, долго, часто не живут. Зачем сразу писать правильно? На чем-то, ну, как в кавычках, правильно. Я учил, долго работал в связи с Дельфи. Хочу писать приложение, к чему стремиться. Ну, конечно, берите PHP и не парьтесь. Вы там за два дня поймете. Легкое состояние влияет больше всего. Можете посоветовать, какие языки лучше использовать для быстрой интерпрайз-разработки систем учета? Если интерпрайз-систем учета, я рекомендую Java либо Scala. Но если Windows у вас, то, конечно, это C-Sharp. Потому что там можно очень строго все организовать, аккуратненько и то, что-нибудь меняться. Так, следующий слайд у нас PHP, неправильный язык, надо писать на правильных. Вот, что такое правильный язык? Мы уже начали говорить об этом. Правильный C. C же я родился не в академической среде, его написали, насколько я помню, Денис Ричик и Эн Томпсон. Они написали его, чтобы играть в любимую игру на соседней машине. По-моему, PDP-11. C это язык системного программирования очень низкого уровня и он для этих задач. Если у вас задача программирования широкого профиля и какой-то веб, он нам, конечно, не подойдет, вы просто будете какую-то маленькую задачку решать полгода. Ну, Андрей, Игорь Сесоев и NGX писал несколько лет. То есть, C это очень долго программировать и очень-очень долго дебажить, потому что нужно вручную управлять памятью. Но я рекомендую изучить C, если вы будете копать в сторону Unix, потому что PHP-пишникам, нам, веб-розабочкам полезно копать в сторону Unix. Полезно понимать, что сетевые протоколы, рекомендую, вы поймете, как работает эта хрень, которая отображает людям сайты. Вы поймете, что такое потоки, процессы и так далее. В этом отношении есть именно C, прекрасен, он очень лаконичен, он очень мощный, он красивый, это классика, классику надо учить. Что почитать? Ну, дальше у меня будет список, список, в принципе, книжек, я там, в принципе, там можете увидеть. Значит, дальше C++. C++, вот честно сказать, очень неоднозначное отношение к языку. Страстук сразу решил прикрутить объекты. Хотя, как бы, Кэн Томсон и Денис Ричер, они говорили, а зачем объекты в системном программировании? Тем не менее, вот идея прикрутить объекты, она получилась, получилась с объектами, а дальше началось, один костыль за другим стали добавлять. Тем не менее, язык, конечно, легендарный, на нем написано куча софта, куча игрушек и так далее. На мой взгляд, если вы идете в мир C++, вы станете профессионалом, но вы будете стать узким профессионалом, вы будете знать вот эти тонкости его. Язык же дырявый очень, он с кучей подводных камней, это язык не для новичков, это язык вот для, как бы, как вам сказать, но я бы не взял, я не люблю языки, я не люблю учить правила русского языка, потому что там много багов и исключений. Я не хочу, мне не хочу тратить время на баги, на глупости, а там куча таких вещей. Если вы уже туда пошли, ну прекрасно, вы системный программист, вы аппликейшн программист, вы будете писать там, у вас будет хороший вид разработки, но, если честно, все-таки хочется чего-то красивого, лаконичного, такого ясного, с безопасной памяти, чтобы вы ночами не вскакивали. И на C++ вам потребуется вот куча тестировщиков, куча инструментов для отладки, потому что дырки в памяти и так далее и тому подобное дают о себе знать. Посмотрим Google, например. Chrome на C++ куча людей, куча тестов, там это можно делать. Естественно, правильный язык выбрали. На Java такой нельзя, конечно, писать. Ну просто альтернатив нет. C++ нужен пока. Но тем не менее, я вам сказал, это мое личное мнение, может соглашаться, можно нет. Дальше. Православная Java. Как продать душу дьявола? Java безопасней. Красивые вещи на Java прям такие прекрасные, как на C++ вы уже не сделаете. У вас будут тормоза, поддергивание какой-то, какой-то глюканат. Java хороша для биллингов, для банков, для какого-то учета, для каких-то серверов, если нагрузка не очень, не очень, прям дикая какая-то. Ну то есть Java хороша. Единственный недостаток, конечно, ну то есть, она не зная называть правильной. Java многословна, и она вам может сажать все время, сажать кучу разработчиков и получить результат, который можно получить на 100 строк PHP, а нажаве будет потратить на это два месяца. Так что, что значит правильная Java? Скала, как мы уже говорили, это язык сложный, можно сломать себе шею, сломать себе мозг, точнее, вы сломаете себе мозг, вы просто запутаетесь. Вот. И очень высокий уровень вхождения там, хотя непонятно зачем, ну то есть, в Скале много, мне кажется, вот почитайте, книга есть, Мартин Адерский, называется она программа Скала, почитайте, вы сами видите, что у Мартина начинаются приступы математика и он начинает что-то там доказать, там сортировать список какими-то рекурсивными вызовами, потом пишет, что это, конечно, не оптимальная сортировка и можно императивно решить задачу лучше, но у него вот это вот желание дорестижную задачу до конца довести, оно, то есть видно, что все-таки академический язык, все-таки там много академического такого, неживого. СГО, мы уже говорили, его не сложно назвать правильным, это язык, чтобы, наверное, для сишников, чтобы они там меньше потом после них тестировать оставалось, вот, и заменитель питона в системной среде, потому что на перле убийца программировать, хотя единицы, говорят, могут, поэтому ГО для своих задач, то есть опять же узкий, но Хаскель, я уже сказал, что Хаскель, это вот какое-то мужелое, что на самом деле с собственным мозгом, это, честно сказать, для изучения хорош, для продакшна совершенно нет, вы просто убьетесь, вы запутаете себя, остальных, вы будете срывать с руки, у вас что-то будет компетировать, какие-то формулы математические, но когда до продакшна, там до багов дойдет, до утечки памяти в библиотеке ПХП-СССР, которую надо обходить и лечить чем-то, то тут вам математика уже, к сожалению, не поможет, поэтому PHP это правильный язык для своих задач, делаем такой слайд, и в нем тоже, он как питон, лаконичный, простой, там другая философия, по поводу, спрашивают, C++ для чего лучше использовать, C++ для скорости, когда нужна скорость, когда вы не можете решить задачу, например, на Java, у вас не хватает производительности, на C-шарпе, у вас не хватает производительности, вам нужно уже управлять памятью напрямую, вам рунтайм уже сборщик мусора сильно тормозит, тогда, конечно, плюсы, я бы порекомендовал, конечно, использовать плюсы вместо C, потому что плюсы как бы создавались как лучше C, но, честно скажу, когда вы будете управлять памятью, если особенно вы книжки не читали и будете управлять неправильно, в C++ это будет еще страшнее, потому что у вас вот эта вся манипуляция, все они уйдут во внутрь объектов, внутри методов, и, ну, то есть, у вас ситуация станет еще страшнее, чем просто C, которую вы скрипты, функции пишете, там все понятно, плюсы гораздо сложнее, и, если честно скажу, книжки, вот читать, например, Страуструба, ну, невозможно, вот я не знаю почему, ощущение, что курит траву какую-то, читать, есть книга эффективность C++, она посвящена описаниям каких-то дичайших костылей, я не знаю, я читал, ее читал, я читал эффектив Джава, Джошуа Блока, совершенно другой уровень интеллекта, абсолютно другой, почему, не знаю, может быть, я не прав, может, мне такие книги попадаются, такое впечатление, что все-таки вот, ну, все сказал, все сказал. Так, по поводу питона для веба других задач, ну, питон все-таки язык общего применения, там есть у него различные интересные, есть у него, насколько мы помним, поправьте меня, я давно не сталкивался с вебом, питом вебем, там, мангрил, есть у него типа битрикса решения, называется, зоб, ну, там какое-то смеждоубийство с объектной базой, то есть, битрикс, почему взлетел, потому что простая система и быстрая, в базу ходит много, ну, а как, где их данных хранить, это нормально, а питон, зоб, это какое-то смеждоубийство дикое, он так, как битрик, не взлетел, поэтому питон я рассматриваю как средство для решения основных типовых задач, обсчеты, математика, сортировки, там, обработки, прототипы, машинное обучение, прекрасно, веб тащить, но аккуратно, ну, PHP гораздо, там, он там, он оттуда родился, а питон, вот, там нужно, сложнее будет, просто вы будете больше действий совершать, чем с PHP, там, с питоном, так, почему PHP проигрывает питон в задатчик битата машинного обучения, да, потому что PHP никогда не создавался как язык общего назначения, это веб-язык, веб-язык, на нем нормальное, все остальное делать очень сложно, особенно машинное обучение, у питона огромная база, вот, библиотек для математики, PHP, на PHP вы никогда не сможете сделать нормальное машинное обучение, никогда, у вас не будет скайпая, скакет ли он, нумпая для работы с тензорами, у вас не будет ничего никогда, уверен, не появится, хотя, может быть, появится лет, там, через несколько, поэтому, для машинного обучения, конечно, не PHP только, это либо питон, либо питон, либо питон, возможно, луа, возможно, джава, вот, мы делаем, у нас был проект на джаве, мы сейчас используем нейронку техподдержки, там джава, там просто подольше писать, но, в принципе, диплом 4G, в принципе, достаточно хорошо решить, значит, по поводу C-Sharp, значит, по поводу C-Sharp, что скажу, C-Sharp, вообще, я не писал проект на нем, но я общался с экспертами, многочисленными по C-Sharp, и я читал авторов, которыми я доверяю, которые могут сказать, ну, джависты в основном, C-Sharp, по мнению этих людей, прекрасный язык, он, конечно, круче джавы, но платформа портит все, Windows, поэтому Windows, как серверная платформа, я ее не воспринимаю серьезно, это вызывает исторический смех, у меня лично, Windows, как десктоп, прекрасный процесс, ну, как серверные вещи, конечно, я не знаю, это какой-то, кучу денег платить, не понятно, за что, если есть Debian, если есть CentOS, если есть RedHat, если есть, ну, RedHat платный, ладно, если есть Ubuntu, там, не знаю, да полно Linux, Unix, OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, DragonBSD, бесплатный, зачем платить деньги за сервер, я не понимаю, причем эти штуки работают надежно. По поводу Django и Python, ну, можно, но смотрите, Python все-таки, язык общего назначения, вы это сразу почувствуете, когда вы будете сравнить его с PHP, поэтому, я не рекомендую, хотя будет, конечно, работать, и хостинга у вас, гораздо меньше, для Python, чем для PHP будет, гораздо меньше, в этом отношении, мне кажется, PHP не отдаст, Web, Python, никогда, Python, это общий, язык общего назначения, порекомендуете, стек для, стек для Bittrex, какие IDE подключать для отладки, быстро разработки на фронте, бэкэнде, есть вариант использования для Bittrex, для Bittrex Production, смотрите, по поводу стека для Bittrex, ну, используют, что NetBeans, обычно, самый популярный, это PHP Storm, WebStorm, это самые классные IDE-шки от JetBrains, они прекрасны, я для Python использую PyCharm, очень доволен, даже для Java можно использовать их, вот, можно использовать NetBeans, есть еще Eclipse PDT, в принципе, вот вам стек, Node.js, для Bittrex уже спрашивали, можно, почему бы нет, так, идем дальше, то у нас еще слайды есть, значит, миф PHP, это не настоящая программируя, а скриптинг, вот начинают наезжать, да чего вы, вы скрипторы, вы не программисты, вот мы программисты, а вы там на скриптах фигачите, JavaScript у вас, там, Python, PHP, Lua, это не программирование, а на самом-то деле, ну, мы же эту задачу с вами решаем, мы же, у нас же продакшн, у нас же клиенты, мы с вами, веб-разработчики, мы гораздо ближе к клиенту часто, чем, и к людям, и к нагрузке, чем программисты настоящие, которые пишут на компьютерных языках, смотрите, в чем тут прикол, это две философии, одна философия говорит, что должна быть строгая типизация, должна быть компилятор, который все проверяет, который, значит, такой умный, он помогает разработчику, а когда у вас он все скомпилировал, у вас все работает без ошибок, а фигня? Нет, во-первых, у вас получается очень многословный, многословный код, у вас куча типов вылазит, даже если вы делаете автовоедение, оно далеко не всегда работает, компилируемый код со строгой типизацией, он все равно таит в себе кучу таких вот геморройных вещей, где у вас эти типы постоянно вылазят, вот питон вообще по-другому устроен, вообще там дактайпинг, утка, если это крякает штука, если это, не знаю, собака, которая крякает во рту два чипса, это утка, то есть там вообще, там плюнули на типизацию, по-другому все, бизнес решение, просто вызов методов, PHP тоже понимает это, в PHP тоже слабая типизация, там нет вот этого нагроможения типов, поэтому компилятор не нужен, у вас интерпретатор, в PHP прикрутят JIT, он будет там, я думаю, в питоне тоже будет нормальный JIT, в Java там он есть, но там Java уже другой, поэтому не думайте, что скриптинг это плохо, скриптинг это, когда вам надо быстро решить проблему клиента, и написать программу, которая работает, когда у нас нет времени, это скриптинг, на мой взгляд скриптинг, он побеждает сейчас, он выходит вперед, это языки, которые будут решать задачи, на них будут создаваться проекты, как правило, это Node.js, это PHP, это Python, это Ruby, а допустим, когда вам нужно какую-то баску писать, какую-то там Redis писать, Memcache, NoSQL, драйвер какой-то, какое-нибудь кластерное решение, вот там уже Java, C, на Java сейчас много пишут кластерных штук, потому что можно быстро программировать, и память не течет, и не так, скорость особо прям сильно прям не важна, это Java, весь Amazon Web Service написан по шкришке на Java, Python можно использовать, то есть для каких систем, ну то есть, тоже он тоже спускается, поэтому скриптинг, скриптингу быть, скриптинг это уже вошло, и он дальше будет развивать, скриптинг для умных, это вы быстро пишите программу, 50 строк вы решили задачу, вы умный человек, а кому-то надо сидеть, два месяца короче, колупать там структуры в C, кому-то надо в Java там объекты создавать, то есть, это не то, это не значит, что это плохо, скриптинг это тоже классно и нормально, так, идем дальше, теперь значит, что такое, 1С тоже язык программирования, ну, честно, не работал, я не программировал под 1С, говорят, да, это язык программирования, на русском-то программируешь, и все работает, честно, дальше не расскажу, не работал, что такое JIT, JIT это Just-in-Time Compiling, это когда у вас не сразу все компилируется, а вы пишете скрипт, который интерпретируется, ну, какой-то байт-код переводится, высокоуровневый, и какой-то в рунтайме интерпретируется, но какие-то места в этом скрипте вашем, в этом рунтайме, который, например, цикл for, выполняется тысячу раз при каждой загрузке страницы, система видит, что эта штука выполняется тысячу раз, она думает, так, ее долго выполнять в рунтайме, в байт-коде высокоуровневый, дай-ка я ее сейчас компилирую в нативный код, происходит компиляция этого вашего цикла в нативный код, который выполняется очень быстро, на порядке, таким образом, у вас не вся программа компилируется, вы не тратите время, а компилируется только то, что выполняется часто, как мы знаем с вами, в любой программе, в большинстве случаев, какая-то 10% выполняется часто, а 90% выполняется в один раз, их не надо компилировать, как это все плюсы сделаются, не надо, таким образом, у вас компилируется только маленькая часть, она помещается куда? Правильно, в кэш, процессоров, и поэтому JIT работает быстрее, часто, и не уступает, чем, когда вы все нахрен скомпилировали, и потом загружаете бинарку, не думайте, что компиляция, это круто, что C компиляция, там, GCC, это круто, это классно, это технология, но это не значит, что она прямо самая лучшая, нет, JIT тоже работает прекрасно, свидетельство этому, когда JavaScript переводят JIT, бинарник, в Node.js, круто, это придумал Google, ну, JIT, конечно, из-за того, что это JavaScript такой раздолбайский, даже JIT его сильно не спасает, он работает медленнее, чем C, конечно, и чем Java, он даже медленнее часто работает, потому что вы на Java можете более детально рассказать, как у вас хранятся данные, и тем не менее, это тренд, супер шутка, спасибо, а я уже не помню, где ты тебе пошутил, ладно, идем дальше, миф, веб-проектах PHP раздолбайство, редко пишут тесты, кстати, на самом деле, я встречал вот в компаниях, часто на PHP пишут тесты редко, на Python тоже пишут тесты не очень часто, да, вы скажете, вот есть Symfony, там все покрыто тестами, есть там Yi, есть Zenframwork, скажу честно, скажу честно, в языках динамических, типа Python, PHP, Ruby, языки эти, они лаконичны, искала, они лаконичны, Kotlin, кстати, ну, они лаконичны, за счет этого, у вас в глазах помещается целиком, либо скрипт, либо функция, либо несколько функций, либо целый объект, и вы понимаете, что происходит там, и вы, когда их программируете лаконично, просто ясно, у вас нет когнитивного шума, вы, как правило, совершаете, практически не совершаете ошибок, вы видите, особенно, если взять PHP, вы видите код, и вы понимаете, как он работает, вот поэтому, в языках лаконичных, строгих, таких лаконичных, динамических, часто тесты не нужны, вы скрипт написали, он выполняет 50 функций у вас, и достаточно, скрипт лежит, ясно, четко, понятно, зачем тесты писать, как вы верстку будете тестировать, а как вы будете тестировать, когда у вас там куча сетевых соединений, да вы эти тесты будете год писать, и они все равно все не протестируют, у вас могут быть комбинаторные последовательности, возникать в коде, комбинаторные ситуации, когда, которые вы вообще не протестируете, а если вы начнете объекты писать, то тесты уже нужны часто, потому что у объекта есть состояние, но тем не менее, если писать объекты правильно, если проверять в конструкторе входящие параметры, если проверять методы входящие параметры, если контролировать инвариант объекта, то вы часто без тестов можете писать нормальный объект, который вы просто отдебажите один раз, и все, вы уже не сломаете, у вас уже модульность сохраняется, я не шучу, тесты это не всегда полонцея, хорошо работают функциональные тесты, интеграционный тест на юне тест на все писать это очень-очень дорого очень дорого это оправдан тогда только когда вы не скрипте пишите а вы пишете какие-то библиотеки низкоуровневые вот прямо такие типа там redis там взаимодействие с redis или какая-то штука там который там какую-то не знаю считает вам что какой-то календарь и вы пишете там напишите тогда тесты нужны да это несомненно вам легче будет с ним потом код дорабатывать но когда писать под все это я считаю глупо скриптовых языках такого нет подхода поэтому раздолбайся в печке нет печки решают задачи написали скрипте который работает пять лет ты его поправляешь на бою да на бою иногда но бывает а что такое и он работает дальше и клиент не заметил это нормально ребят это стэдзи был это не раздолбайство так мы просто работаем ближе клиенту чем обычный разработчик у которых два месяца до релиза там пять месяцев пока там все у них там 1000 тестировщиков мы других с вами живем скоростях мы веб-разработчики работают на сверстных скоростях но мы гораздо быстрее крутимся просто тем не менее тестами нельзя потестировать много по то есть на джаве недавно делал проект много поточный там тестами не потестируешь и никак невозможно проверить много поточный код с мир тексами семафорами тестами вы убьетесь его проверить тестами вам нужно будет писать еще три раза больше кода зачем если я глазами вижу я я трейс пишу я понимаю что система работает в голове у меня скомпилировать я пишу аккуратно зачем еще тест это глупого потери времени так значит что сказать я в visual basic.net ну честно не работаю я с visual basic я давно на basic писал когда ну это прям высокоуровневый язык такой и плюс это платформа windows со своими особенностями вот это как бы наверное в этом его как бы недостаток то есть если вы если ваши клиенты будут покупать лицензии на windows да можно писать на visual basic.net аккуратно и все будет работать но еще я слышал что microsoft меняет api довольно часто и люди которые например пишут на чем допустим на asp.net при изменении там windows версии переключают они поддерживать ее и вы как бы теряете все инвестиции в этом случае вот java например она более как бы мне например api обратно совместить поддерживается уже более десяти лет самый java в этом как бы красота и в печке поддерживается обратно совместилось очень хорошо в этом они просто молодцы в питоне например вот питон это раздолбай и они взяли питон 3 придумали несовместимый с питона вторым это раздолбайство вот ученые понимаете вот open source раздолбайство в печки такого нет печки то бизнес язык больше вот печки то что-то ломает но очень не так не цветком объеме то есть там совершенно по-другому печки это для бизнеса так и будет битрикс тоже в битриксе стараемся поддерживать об этом совместимость очень строго потому что это продукт ладно я битрикс не буду вам продавать мута технологии говорим так значит витрикс новая дроби 7 основном объектах то есть тесты при написании модулей компонентов уже нужны ну смотря какие эффекты я думаю если если это битрикс ложный с большим пространством состояний то наверно тесты помогут но если это объекты простые лаконичные то можно и без тестов я думаю полежать идем дальше миф для динамических языков программирования помощи d гораздо хуже и поэтому до строгих статических языках типа джава си шарп си плюс плюс си какую-то мере ну плюс и скорее плюс и больше это джава вообще там это прекрасно я думаю котлин там и так далее там скала там не знаю у котлина как сады и как как дело обстоит но в скале не очень хорошо для джавы прекрасные дешки прекрасный они божественные и тот же клип взять например и который писал объем свое время выложил open source и jetbrains движки почему потому что язык там строго типизациями везде и самое интересное что вы можете сделать это можете рефакторить все везде где все где хотите система проверит что рефактор ничего не сломает благодаря строго типизации в печь писать им гораздо сложнее и в питоне и в руби у вас нет типов у вас нет иерархи типов системе как раз сложнее догадаться чего там вообще задумали с типами ибо ну так язык устроен отдых дактайпинг так работает вы никогда не знаете чего придет то что кряхнула трайт какой-нибудь крякающий да кин туда то и накрекнет поэтому но с другой стороны не так все страшно в печь и уже появились и дрешки достаточно удобный от jetbrains и в питоне уже и дрешки на выбор поэтому я думаю проблема надуманная и вы что постоянно каждый день рефакторите что нет мы написали скриптика он потом пять лет работает радует клиента зачем вам все время у рефакторить а если вы полезли в объекты в этом прям кучи какие-то библиотеки пишите ну тогда да и поддержки в дрешке будет меньше но я думаю к этому можно приспособиться никогда поэтому не парился значит что еще по поводу выведения типов я уже говорил в скала горро Escher выдения типов это строго типе сырной языки казалось бы что это правильный путь потому что есть автова людей и типов и вам то есть у вас по части по pitch p но при этом все строго типе зеро воно и статическая типизация они не не динами divers как и в питоне хотя нам тоже строго типе звали 1 и а статические для то есть у вас нельзя положить переменные но мне кажется то есть одну перемен quiz quais значение положить разных типов но честно сказать, мне кажется, надуманная проблема. Python спокойно живет, и Python не умирает, и PHP не умирает. Поэтому у вас просто получится вот Go, там, Scala, раз у вас более сложный язык получится, более строгий. Иногда это вам поможет, но это не прям там спасительная палочка, ради которой следует бросать, допустим, PHP и уходить туда. Так, идем дальше. Миф. Язык программирования должен быть универсальный. Ну, что такое универсальный язык программирования, мы уже видели. Мы видели Java. Мы видели, что там началось. Там начали писать на Java все. Вот, пожалуйста, хотите окна, пожалуйста, сделали там оконную библиотеку AVT Swing, которая тормозит, а до сих пор. Она тормозит уже меньше, практически незаметно, но она подтормаживает. Java подтормаживает. Это не C++. Она будет тормозить всегда. Взяли там, сделали, пожалуйста, Java, для Web, конечно, JSP, Java Server Pages, Java Server Faces, сервлец. Это все книжки толстые. Создали сервера приложений для Web, хорошо. Ставим Tomcat, ставим Jetty, ставим там какой там, я забыл уже, Glassfish, по-моему. Ставим Java Spring, MBC. Это смертоубийственные фреймворки, огромные, с кучей документации. То есть, вот вам универсальный язык. Дальше. На Java можно, допустим, заниматься там математикой, начали писать тензоры какие-то. Потом там, то есть, у вас может получиться, что язык, который на самом деле все может и как бы, и все может плохо. Возьмем Python. Тоже. Куча библиотек появилась, огромная куча, универсальный язык. Но Python, как бы, на нем как бы быстрее можно написать программку, проверить, выкинуть там 10 вариантов и ставить лучший, чем на Java там начинать это делать. То есть, универсальные языки, как бы, они с одной стороны интересны. Да, вы попадаете в мир, где можно все делать, вы один раз учите, и дальше все можете напрограммировать. Но, ваши решения будут, может быть, неоптимальны, если вы возьмете, допустим, тот же PHP для Web, или вы возьмете, например, Go, допустим, для системного, как системный инструмент, вместо C. У вас получится лучше, скорее всего. Поэтому, ну, плюсы тоже попытались сделать универсальным языком, там, сделали там, Boost в библиотеку, там, пытались стандартизировать. Ну, то есть, если честно сказать, мне кажется, лучше взять инструмент подходящий и наговнокодить там 50 строк на нем, и они будут работать годами и радовать клиентов. Когда мне надо что-то сделать, например, в Амазоне, какой-то серверок поднять, я беру ноду JS и пишу скриптик на 20 строчек на JavaScript, и он работает потом годами. Зачем мне Java там поднимать с контейнером сервлетов? Зачем? Если уже есть контейнер, и мне написать 55 строчек там. То же самое, зачем мне на SIP писать, если я могу на Lua написать модуль подошли. То же самое, зачем мне ходить в BASCу из C++, если я могу с PHP три строки написать. И так далее. То есть, на мой взгляд, не должен, язык будет универсальный. Посмотрите Unix. Как устроить Unix? Unix – это набор, набор скриптов и программ, которые решают задачи. Это авки, баши, каты, ЛС, ПС. Это программки, которые работают, у них входной поток, выходной поток. То есть, это, как бы сказать, многополярный мир, как Путин говорит. Это многополярный мир, где разные программки решают свои задачи. Зачем делать что-то универсальное? Поэтому, мне кажется, надо уметь просто объединять разные задачи, разные языки, разные инструменты, в каждом что-то там написать немножко. Даже на гамма-кодить не страшно, если это работает, это ясно. А потом допишите, если вам будет время, допустим, вы как-то это вычисли. То есть, в принципе, мне кажется, это есть способ решения, быстрое решение задачи. Главное, чтобы это работало правильно, и люди потом разобрались, прочитали, что вы хотели этим сказать. Вот. Так, вопрос смотрю. Так. Значит, идем дальше. Коллеги, задайте вопросы. Вот еще миф идет. Беззнание C, C++, Java, C Sharp, хорошим разработчиком быть нельзя. Это очень часто миф, который убивается, чем? А когда вы видите настоящих скриптеров, которые пишут на PHP, на Python, на Ruby, на JavaScript, пишут хорошо. Ну, то есть, люди знают языки эти, динамические, глубоко. Они очень быстро решают задачи, и они, как правило, очень умные люди, им просто лень копаться в деталях. И я бы не сказал, что они какие-то вот не такие, там, как бы сказать, неучи, или раздолбая, или какие-то дилетанты. Я сам такой. Я же не программист, я электромеханик. Ну, мне просто фан от программирования, я с 12 лет там что-то пытался писать всегда. Потом прочитал книжечки, стал писать. Я тоже начал с PHP, потом перешел на Java, потом, там, на Unix перешел. То есть я сам, как бы, не настоящий программист. Тем не менее, когда я все-таки изучил серьезные книги, у меня были проекты довольно-таки большие на Java, я понял, что, ну и что, вот я написал кучу 20, ну там, у меня были проекты десятки тысяч строк на Java, десятки тысяч строк, там, с тестом и без тестом, все работало хорошо, все в продакшене. Я вам скажу, что, ну да, круто, написал много кода, работает быстро. Но на PHP я бы это написал, допустим, пятью тысячами строк кода и работал бы так же. И никто бы разницы не заметил особо. Или на Python. Сейчас я предпочитаю все-таки для задач исследовательских, где нужно получить быстрый результат с точки зрения бизнеса, я пытаюсь использовать либо PHP, либо Python. Когда это уже, я вижу, что это пошло, этот алгоритм работает правильно, тогда я могу себе позволить выделить время, допустим, что-то реализовать, ну, когда это высокая нагрузка на Java. Но тем не менее, у нас много сервисов до сих пор написано на PHP, в облачной BitX24 высоконагруженной. Пуши, например, сервис рекомендации там частично, это наш облачный бэкап, сервис скорость сайта. Это все PHP. И зачем переписывать, если это работает быстро, в принципе, быстро. И зачем? Дальше, значит, ну вот, поэтому всякие попытки, а давайте все перепишем с нуля на плюсах или на Java, это все попытки просто позвратить время, деньги и заниматься каким-то самолюбованием, а совершенно не решать задачи. Ну, вы понимаете, вы честно мне поймите, бывают, вот обязательно возникают задачи, которые PHP уже не решает. И тогда да, тогда C нужен, тогда плюсы нужны, тогда Java нужна. Такие задачи возникают иногда, но возникают, действительно. И вот тогда да, тогда вы можете садиться и делать, и вы решите задачи правильно, тогда важная приглашение. Но везде тулить низкоуровневые языки, это неправильно. Это трата денег и времени. BITX24 изнутри написан, в основном, весь автоматизирован, в основном, на баше. Представляете, на баше. Это Shell, Shell вообще, это даже языком назвать страшно. Тем не менее, эта штука работает и решает задачи прекрасно. А вторая часть BITX24 внутри автоматизирована на PHP. Скажите, а почему не Python? А потому что мы, вот, PHP знаем лучше. И все работает, как часы, надежно. И ничего переписывать не надо. Это значит, говорит о том, что если вы знаете хорошо технологию, тот же PHP, вы можете на нем решать практически многие задачи, большинство задач прекрасно. И это будет хорошее решение, вы будете, вы как программист состоялись. Вы решили все классно, оно работает, радует клиента. Не надо париться, что это правильный язык и неправильный. Ну, конечно, если вы изучите, допустим, плюсы или Java, или C Sharp, вы узнаете, что есть различные виды коллекции, есть словари, есть списки, есть сортированные списки, есть, допустим, деревья, есть хип, хипы, допустим, есть очень всякие интересные штуки, которые, вы разоветесь в области алгоритмов, разоветесь в области коллекции, вы разоветесь в области объектного ориентира программирования, капсуляции. На самом деле, интересный опыт, но это может быть вам и никогда не пригодится в жизни. Зачем же тратить время? Итак, значит, вопрос. Почему, вопреки вашего доклада об избыточении Java, C++, Python, они, лидеры на рынке, занимают позиции выше PHP? Скажу, почему. Теперь у меня спрашивают, когда будет промышленное обучение. Да, будет, 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 будет. Но я не пиарю PHP, я говорю о языках. Значит, по поводу, почему C++, Java в лидерах. C++ в лидерах исторически, потому что ничего не было, достаточно, компилятора нормального не было в 80-е, нормально, кроме C++, на который можно было что-то делать. Поэтому он поднялся. И поэтому он добавляет объекты, можно собирать кучу народа и массово программировать. То же самое Java. Она позволяет массово программировать толпам людей и загонять их палками, бить палками, потом там на выходе стоят тысячи тестировщиков. Поэтому это языки для, это Enterprise. Динамические языки, они более узкодоправлены, то же самое PHP, это язык для веба. Python язык общего назначения, поэтому он популярный, например, как PHP. Я думаю, что этим вызвано. И посмотрите, я к чему веду. Я не пиарю PHP. Посмотрите, что творится в Node.js. Посмотрите, как он взлетает. Посмотрите, сколько проектов уже запущено. Это JavaScript, тот простой JavaScript, который взлетел, потому что придумали правильную схему использования. Я про то, что не зацикливайтесь на каких-то промышленных языках. Посмотрите, что творится вокруг. Все чаще и чаще будут решать задачи с помощью Go, например. С помощью, не знаю, скалы. Не циклитесь. Так, какие фреймворки PHP изучают в перспективе? ну, И, Symfony, интересный, хороший исходник, достаточно. посмотрите. Посмотрите, много идей можно взять в Magento. Можно какие-то идеи взять, допустим, в Zen-фреймворке. Но, честно скажу, PHP сам по себе фреймворк. Я думаю, прям вот, они вам сильно не помогут в фреймворке. Итак, значит, еще миф. А то он меня там спрашивает, про горитмы там, про машинобучение. Значит, нужно писать всегда строгое, беспокомбисное ООП. Это миф, на самом деле. ООП хорошо себя показал в некоторых отраслях разработки. Это GameDev, это системное программирование, какие-то вопросы, там, прям, хорошо решились. Это операционки, ну, системное программирование. Это библиотеки. Но ООП тулить везде неправильно. Не зря существует функциональный подход. ООП машинобучение вообще не работает. смертоубийство. У вас будет куча типов, миллиона типов различных объектов, которые вы не будете понимать, как называть. ООП надо объекты называть, придумать классом имена. На кой черт не придумать имена классом, который существует только здесь. У вас получатся куча анонимных классов. Вы как бы опорочите саму идею ООП, и там вам функциональный программирование больше поможет. В PHP оно есть. В D7 мы сейчас развиваем. Это именно для того, чтобы более структурировать библиотеки Bittrex низкоуровнево. Да, оно полезно, но это не значит, что надо все писать на объектах. Пишите скрипты. Это тоже программа. Даже без функций скрипт решает задачу. Зачем функции писать? Когда вы пишете функции, вы теряете контекст. Вам нужно будет тестировать эти функции. Вам будут тестировать входные параметры, выходные параметры. Вы теряете, что там у вас теряется контекст. Когда вы пишете скрипт, вы все видите. Его даже тестировать не надо. Поэтому ООП величие за собой надо читать книги по шаблонам проектирования. Нужно читать классиков. Иначе у вас будут прошли говно ООП, когда у вас фекалийные склады как объекты взаимопроникающих. Лучше вы это не писали. Лучше вы скрипт написали, чем вы создали 20 объектов, которые друг о друге знают без инкапсуляции. Вообще извращенно работают друг с другом. Потому что вы не прочитали, что такое. Вы прочитали, что такое класс, function, exception. Вы не прочитали, что такое медиатор. Вы не прочитали, что такое билдер, что такое адаптер, что такое ну тоже слава богу всем известный глетон. Вы не прочитали, что такое конструктор, что в нем можно делать, что нельзя. Это ООП требует знаний достаточно серьезных книг. Это изучение библиотек классических. Это непросто. Поэтому ООП не всегда. Тем не менее штука, конечно, классная. Так. функциональное программирование головного мозга это правильный выбор. Нет. Функциональное программирование чистое. Оно тоже для узких задач. Посмотрим Haskell. Ну ладно, Haskell. Erlang посмотрим. Erlang это же тоже ФП. И там решают задачи какие? Телекон, модель акторов, обработка событий больших, чаты различные. Там, когда у вас коллекции, вот для бигдата ФП подходит, когда у вас несколько коллекций, вам надо их через фильтр погнать, тогда хорошо. Там объекты работают безобразно, там непонятно, как называть сущности. Обратите внимание, пожалуйста, запомните, в функциональном программировании можете создавать кучу функций, которые будут являться, как бы сказать, и не объектами, и уже не функциями. Например, замыкание, когда вы используете в функциях, это что-то такое похоже на объект с неким состоянием стейтом. Хотя такой кастрированный объект, неполноценный объект, дурной объект, но тем не менее, лучше это сделать через замыкание, чем создавать для этого новый объект какой-то. Дальше, когда в скале там все на самом деле в объекты потом переводится, все ФП, в объекты, но вы этого не видите. Дальше, когда вы используете частично примененные функции, это тоже как бы объект, это типа билдер, когда вы создаете объект билдер, вы вызываете методы, вы его как бы внутри билд, потом рождаете объект и используете его. Когда вы делаете функциональные программированные функции с частичным применением, это тоже аналог билдера, только кастрированный билдер, маленький билдер, без имени. Тем не менее, иногда очень удобно, чтобы объект не городить. То есть, такое легкое объектно-ориативно-программирование, в кавычках. Дальше, когда вы используете Кэринг тот же. Это тоже способ компоновать функции между собой, которые иногда работают хорошо. Дальше, допустим, у вас иерархия. Объекты требуют иерархии. Когда сейчас поняли наконец-то, что иерархии не везде работают, начали пробовать всякие трейты, всякие интерфейсы. То есть функциональное программирование вообще не паритесь. У вас типы функции создали. То есть у вас гораздо гибче можно подойти к решению сложной проблемы, чем с объектами. Но тем не менее, всегда на функциях далеко тоже не уедешь. И будут у вас извращенные всякие обработки коллекции с фильтрами, но вы запутаетесь, как в Хаскере. Нельзя тулить везде функциональный подход. Поэтому объектный подход можно тулить. Вы с вами должны увидеть, где его применить, где функциональный. Я, например, совмещаю эти подходы. И это, на мой взгляд, правильный выбор. Вот возьмем те же замыкания. Замыкания иногда работают, иногда они запутывают до такой степени, что можно легче повеситься. Вот в скале, посмотрите, я во скрипте. Можно запутаться с замыканием. Что вы там замкнули? А что у вас потом? Я во скрипте нет многопоточности. Там асинхронный один процесс выполняет код, только асинхронно вызывая разные колбаки. А когда у вас, представляете, замыкания начинаются в скале, когда у вас многопоточности, да вы убьетесь просто. Понимать, где там что, как там это все разделяется. Я замучился в свое время тестировать, как работает замыкание. В скале. Нигде это не написано, а вопросы-то возникают. Поэтому аккуратнее. И плюс еще функциональное программирование. Там куча всяких страшных терминов, типа функтора, я не знаю. Типа там Монат. Вы будете ходить, и голову забивать себя, как вот этой ерундой, которая на самом деле вам можно по-другому объяснить, без всяких этих терминов математических. Нет, вас загоняют в эти термины постоянно. То есть тут не очень хорошо. Битрикс официальный вопрос. Официально полностью поддерживает PHP 7? Да, поддерживает. 7.1 не в курсе пока. Надо на сайте смотреть. Вот. Дальше идем. Значит, теперь миф. Чтобы хорошо программировать, нужно хорошо знать и уметь алгоритмы. Вот тут мы подходим к ML немного и к компьютер-сайенсу. Что вам скажу по поводу алгоритмов компьютер-сайенса? Если честно, вот мое мнение сейчас, что не надо знать алгоритмы, чтобы программировать на PHP, на Python, на Ruby, на динамических языках эффективно. Не надо знать. У вас есть библиотеки, у вас там есть. Что там такое компьютер-сайенс? Вот показательный алгоритмов. Что это такое? Это способы сортировки, поиска, работа со строками, это обработка графов, да, и это стейт-машины, вот, допустим, регулярные выражения как-то через стейт-машины, как их реализовать и так далее. То есть, конечно, автоматы. Ну, плюс там еще эта теория алгоритмической сложности. На кой хрен вам это надо? Вы берете array sort и вперед. Если вам не нравится, вы берете компаратор, определяете, сортируете. Как правило, какой-нибудь PHP, скорее всего, QuickSort, Java, скорее всего, MergeSort. Если вы хотите почитать, что это такое, но вы влезете в математику, да, вы поймете, что еще есть сортировка Shell, которая еще не доказана, что работает лучше, тем не менее работает хорошо. Существуют там различные сортировки слиянием. Это интересные знания, но, на мой взгляд, для развития интеллекта они хороши. Они, может быть, вам потребуются, если ядерная бомба пойдет сейчас в город, вам что-то быстро посчитать в уме и отсортировать какие-то, не знаю, предметы первой необходимости с сортировкой вставками. Это пригодится. Вот, честно сказать, мне кажется, эти знания, они нужны разработчикам библиотек и не больше. То же самое, там, работа с графами. Ну, будете вы знать, что там задача, там, о семи мостах, там, задача, там, камевояжора, что такие задачи есть. Ну, да, ну, когда вам надо, вы просто прогуглите и найдете, что такая задача, она вычислительная сложность иметь, там, очень большую, блок не решается, там, NP-hard какой-нибудь и так далее. На мой взгляд, если есть время, пожалуйста, я не против, я только за. Занимайтесь, читайте компьютер-сайенс. Но, если честно, лучше изучить язык хорошо, досконально, прочитать мануальчик. Лучше в Unix покопаться, изучить, как работают команды, там, или TCP, IP изучить, чем вот забивать себе голову вот этой вот математикой такой абстрактной по алгоритмам. То же самое касается, ну, даже не скажу, реакционную алгебру лучше почитать, MySQL лучше изучить, как работает, детальнее, чем заниматься, там, абстрактными формировками, что такое реакционная алгебра, как она работает, к чему там что-то дает. Вот. По поводу аннотации, ну, посмотрите, что это такое, какие алгоритмы, с какой скоростью выполняются. Ну, будете знать, что сортировать пузырьком, например, насколько помню, квадратичная сложность, да, это вам не надо. Ну, так, то есть, это полезные знания, но, честно сказать, они все реже и реже востребованы в такой прикладной разработке. Хотя многие считают, что они нужны, но я так не считаю. Я считаю, что это полезно, но не обязательно. Так, ну, типичный пример самураи, да, вот, самураи изучали, там, боевые искусства, дрались, занимались, там, годами это все, как бы все у них шло, то есть, ну, я сравнил, изучали алгоритмы, изучали компьютер-сайенс, там, выводили, там, эти, аннотацию и так далее. А потом придумали пульку, и пулька эта вылетает из ствола и убивает самурая на трехсот метрах, и все. И дядя, который не изучал боевое искусство, пулькой бьет десять самураев, даже сто, пока они к нему добегут. А, скорее всего, никто не добежит. Это говорит о том, что не всегда то, что сложно и трудно, эффективно. То же самое алгоритмы. Они трудные, они сложные, но можно взять библиотеку стандартную и решить эту задачу. И почти во всех случаях вы угадаете с алгоритмом, потому что библиотеку он реализован правильно. Вот вы выбрали пульку вместо самурая. Но, правда, если вы едете с девушкой вечером по городу и обойдут хулиганы, вам надо уметь драться. Да, да. Но это может никогда не случиться. Делайте выводы. Итак, дальше. По компьютеру сравнится, что читать? Седжевка читайте, там книжки достаточно понятные. Алгоритмы джава, например, есть. Алгоритмы джава. Кнута не рекомендую, там можно с ума сойти, читать эти. Дальше. Миф такой. Списки в PHP, списки в Python и массиве в PHP для слабоумных. Почему так говорить? Ну, потому что в плюсах, в STL, в бюрсе или в джаве и в C-шарпе существует большое количество коллекций, которых гораздо больше и типов, чем в том же PHP, допустим. В Python, наверное, типов коллекций побольше. Тем не менее, благодаря тому, что, ну вот я в скопте, это объекты. Благодаря тому, что в этих языках динамических коллекций представлены очень лаконично, взять PHP, это массивчик, array. Взять Python, это квадратные скобочки, круглые скобочки, да, и у вас все как бы решено. Тапл у вас, список у вас, словарь у вас. Вам не надо делать new, объект там, билдер, что-то там, та-та-та-та, методы, вы запутываетесь. Сематический шум возникает, то есть когнитивный шум. Вы начинаете ошибаться. Когда вы используете простые коллекции, либо в PHP, либо в Python, у вас, вы понимаете, что происходит. У вас крост перед глазами, у вас лаконичный короткий код. Вы не будете ошибаться, когда их будете писать. Поэтому я рекомендую все-таки не думать так, что это для слабоумных. Это нормальные инструменты. Да, они работают медленнее коллекции в Java, да, медленнее. Но когда вам потребуется, вы возьмете там миллион объектов сортировать, возьмете Java. Но зачем сразу делать сложное, если можно взять маленький в Python, допустим, списочек и решить им задачу. Строй кто-то залезет, сортировать и все, и забыть про это. Это годами будет работать нормально. Поэтому я думаю... Так, значит, вопрос. Алгоритмы часто спрашивают на собеседенных разработчиков в PHP. Ну, почему это происходит? Ну, потому что люди приходят за деньгами. Я хочу быть разработчиком, потому что зарплата хорошая. А при этом человек вообще никогда не программировал. Он никогда... Он даже не знает, что есть алгоритм сортировки пузырьком. Даже пузырек не знает. Поэтому собеседует. Вы должны понимать, что есть компьютер-сайз. Посмотрите, что это такое. Посмотрите, о чем это, этой книги. Посмотрите, какие алгоритмы разбираются. Хотя бы потратите, не знаю, там, отпуск и полистайте книжку. Вот отпуска вам на компьютер-сайз хватит. Все. А дальше уже там диссертации вы же не будете писать. Так, значит, дальше. Еще, значит, такое заблуждение, миф. Сайт нужно делать на быстром языке программирования. На быстром, на C++, на Java, на PHP. Я вам скажу так, что основные потери в скорости сайтов возникают в базе данных, как правило. 99,9% случаев. И не важно, вы пишете 10 строк там на Python или PHP, или вы там пишете 20 тысяч строк на Java и используете фреймворки какие-то. У вас будет база тормозить, и вы ничего не сделаете. Поэтому это неправильный миф. Ну, существует задержка TCP, IP, существует протокол, там, CDN существует. У вас может сайт тормозить в браузере клиента. Зачем вам париться с языком, если сайт тормозит в браузере клиента, потому что кто-то играет в World of Warcraft. Это глупо. Задачу надо решить по-другому. Поэтому не парьтесь, изучайте релекционную алгебру лучше для ускорения сайта, чтобы запросы работали быстрее. Так, мы заканчиваем уже мифы. Языки без прямого управления памятью для подростков. Ну, скажу честно, как мы уже говорили, прототип работает быстро, и если вы очень хотите управлять памятью напрямую, и хотите понюхать крови, так сказать, боя, ну, напишите что-нибудь на C, начните писать, и вы узнаете, что только CoreDump. У вас будет просто секфолд. И вы должны включить отладчик и заниматься сходомазохизмом. В отладчике смотреть корки, почему упало приложение. То есть, хотите, это классно, но зачем? Если уже можно, если созданы инструменты управлять памятью, если в Java, в C Sharpе созданы виртуальные машины, зачем это делать? Неопределенно поведение языков, там, дырки и так далее. Поэтому не лезьте туда. Лучше раз зайдите, посмотрите, как он управляет памятью. Возьмите, если вам нужна скорость, посмотрите туда, если новый язык учите. Я думаю, больше и больше великолепность получится. Так, а что вы порекомендуете спрашивать вместо алгоритмов и соцкательный на PHP вместо алгоритмов? Я вам рекомендую спрашивать, давать задачи типовые. Создать гостевую книгу, создать, то есть, маленький проектик, в котором они продемонстрируют способы решения задач. Отсортировать, например, у вас есть, например, csv файл с трех колонок, отсортировать по первой колонке, по второй, по третьей. Проверьте, как человек сортирует. Если он с помощью array-сорта сделает красиво, или array-мультисорт, достаточно? Зачем человеку в компьютер-сайм скидать? Спросите лучше, что такое нормальные формы? Что такое нормальная форма, третья нормальная форма Байса кода? Спросите, что это такое? Спросите, что такое религиозная алгебра на уровне понимания? Понимает ли он, что такое нормализация? Понимает ли он, что такое денормализация? Это важнее, мне кажется. Так, значит, спрашивают мне, при нормальной работе с Zen Framework и Symfony необходимо понимание паттерна, фабрика. Ну, фабрика, что там фабрика-то понимать ее? Это конструктор не надо использовать, используйте фабрику, чтобы не заниматься Newtom. Фабрика удобна, она проверяет входные параметры гораздо удобнее, чем конструктор. Фабрику расширяет у нас Builder, который делает это более красиво. Сейчас Builder, на самом деле, я бы сказал бы, тренд такой. Так, значит, что еще? Диспетчер, паттерн по роутингу. Ну, что там сложно-то? Строители, обострение, а Builder есть. Точно все паттерны же нужны в PHP или нет? Смотрите, паттерны нужны тогда в PHP, и не только в PHP. Я не хочу пиарить PHP, я хочу рассказать, как есть. Паттерн нужен тогда, когда вы лезете в объектно-ориентированное программирование. У вас будет куча объектов, они начнут ходить друг в друга, вы не будете понимать, как их называть, кто кого наследует, кто кого родил, Авраам родил Сака, Исаак родил Акова и так далее. Потом вам нужны паттерны, чтобы не зайти с ума и признать структуру. Если вы в объект не лезете, если у вас крипт, вам паттерны не нужны. Если у вас один паттерн, писать ясно. Если это у вас функциональный программирование, вам тоже паттерны там не нужны такие. Вы увидите, как функциональный программирование надо ощутить. Вы увидите, как оно работает, вы посмотрите примеры, и вы будете использовать где-то кэринг, где-то апплеер применения функций, где-то у вас там идет, допустим, монодический подход, но он сейчас встроен, допустим, с нулами вы правильно работаете. Где-то у вас идет, допустим, замыкание. Вы сами увидите. Так, я соискателям примеры говнокода даю, прошу объяснить, в чем говнокод, как заявить правильно. Вот, согласен, да. Человек не должен рождать говнокод. Вот это да. Он должен писать аккуратно, очень дисциплинированно. Так, идем дальше. Значит, мифы мы развели. Теперь поговорим, что же сейчас делать за дело. Что следует читать, какие языки, куда развиваться и, значит, куда. Значит, как стать крутым разработчиком. Ну, здесь, на мой взгляд, прежде всего нужно выработать себе чувство стиля, чувство красоты. Код должен быть красивый, он должен быть понятный, он должен быть ясный. Не добавить, не прибавить. Вот это ясный код. Это главное. Язык дело, на мой взгляд, второстепенное. На любом языке можно говнокодить. И на любом языке можно писать красиво, ясно, и чтобы людям было понятно. Потому что вы не один, скорее всего. На мой взгляд, для разработчика важнее изучение мануала языка. Если вы взяли какой-то питон, изучайте его. От корочки до корочки. Прочитайте этот простой динамический язык. От корочки до корочки. Это самое лучшее, что вы можете. Не лезьте в алгоритмы, не лезьте куда-то в высшую математику. Не надо. Вы потратите время и убьетесь просто. Исходники смотрите. Копайте исходники. Смотрите, как другие люди пишут. Вырабатывайте собственный стиль. Внутренний стиль. Особенно это касается ООП. Там прямо нужно выработать такой стиль написания, чтобы вы у вас автоматически, где эксепшн кидаете, где проверяете, где у вас ассерты, где у вас предусловия в методах. То есть, в ООП вообще это важно. Объекты, на самом деле, писать это очень непросто. Нужно учиться. Я думаю, достаточно долго смотреть примеры, чтобы не чудить потом. Не создавать, не плодить сущности. Очень важно уделить время на проектирование. Проектирование схемы данных, реляционной модели. Выражайте свои мысли, термины реляционной алгебры. Мыслите сущностями, мыслите категориями. То есть, вот это нужно развивать. Проектирование. ООМЛ можно посмотреть, если скучно. Там вы увидите, какие есть инструменты проектирования. Это позволит вам выражать ясно свои мысли. Когда, про поводу менеджеров. Ну, тут смотрите. Если мы все-таки хотим стать крутыми разработчиками, техническое совершенство и нормальный код – это приоритет. Это всегда должно быть на первом месте. Всякие сроки, бюджеты – это ваше общение должно касаться. Нет, вы должны стараться сделать быстро, максимально быстро. Дешево, но качественно, нормально. Не надо прогибаться под сроки. Нельзя прогибаться под менеджеров. Вы должны их слышать, слушать, понимать. Идти навстречу, но делать все, что как можно дешевле сделать. И лаконично, но не прогибаться, не делать говнокод. Нельзя делать говнокод. Это преступление для разработчиков. Вот такой явный говнокод, который может запутаться, который неясный. Где там вот копипаст. Вот это самое страшное. Копипаст и говнокод. Самое страшное, что есть. И важно участвовать для разработчиков в боевых проектах. Не сидеть там, не пилить на хаске или что-то годами. Заниматься интеллектуальными мастурбациями. А работать в проектах. Делать сайты. Делать мобильные приложения для андроида. Не знаю, там в опенсорсе поучаствуйте. Там в MySQL попишите по коммите. Если там возьмут. Ну, любой проект возьмите. Здесь нормально. Zen Framework по коммите. Symfony по коммите. Это класс. Это нас развивает. Вырабатывает наш внутренний стиль. Что еще? Как проектировать правильно? Ну, тут надо правильный инструмент подбирать. Для этого нам надо читать. Для этого посмотрите. Посмотрите Erlang. Посмотрите там ACCA, модель акторов. Посмотрите Node.js. То есть не бойтесь читать. Вам это надо. Тогда вы сможете подобрать неправильный инструмент. Правильный фреймворк для задачи. Изучайте хорошие фреймворки. Делать пишите просто. Шаблоны проектирования важно учить. Полезно. Но они не всегда просто. А вы можете в жизни их никогда не применить. Тем не менее. Не делайте из них культ. Но тем не менее. Это полезные знания. Но не ключевые на мой взгляд. Ключевые знания это знания языка. И базовых может быть алгоритмов. Самых базовых. Но опять таки без погружения в какой-то дикий компьютер сайенс. СУБД лучше. Изучайте СУБД. Учитесь работать с данными. Понимайте как они структурируются. Понимайте сколько будет стоить выборка в базе. Сортировка в базе. Посмотрите если у вас explain команду защитима SQL команду explain. Это вот хорошее время. Хорошие выходные. Занимайтесь explain на мой скейт. Вы поймете. Вы будете прогнозировать скорость выполнения запросов. Ну по поводу noSQL. Что скажу. NoSQL это кастрированная релизационная алгебра. Она нужна для больших нагрузок. Там как бы ACID концепция. Это Atomacity, Isability, Durability и Consistency там не поддерживается особо хорошо. Там все такое полумеры. NoSQL появился. Насколько я знаю в Амазоне. В интернет-магазине. Когда стали давить айтишников. Давайте сохраняйте корзины. Не теряйте. Под большой нагрузкой. Они придумали DynamoDB. Потом Facebook переманил индуса. Из DynamoDB он им написал Кассандру. И пошло-поехало. Мемкэш там вылез. Редис вылез. Ну то есть это такие штуки промежуточные для бигдаты. Какие задачи они конечно решают. Мы NoSQL используем активно у себя. Так. Мне там спрашивали еще про машины обучения. Но я сейчас расскажу про это. Я не знаю. Я в принципе про Python рассказывал. Про TensorFlow я говорил. Я в случае программиста. Но я просто задержусь и расскажу немножко. Значит по поводу. Что такое LAMP. LAMP это такое же сервер-приложение. Linux, Apache, MySQL, Python, PHP, Perl. Там что сейчас туля туда. Не надо думать что это какая-то лохотрон. Нет. Это такое же сервер-приложение. Это Unix, Apache, WebServer, MySQL и язык. Это то же что в Java называется сервер-приложении. Умными словами. Какой-нибудь там Java Spring MVC. Java Spring просто. Это все в принципе о том же самом. У вас такие же будут очереди. У вас будет асинхронная обработка сокетов на DGS. У вас будет какой-нибудь Radies, Lennusk, RabbitMQ для потоков. Точнее для событий. Если вам тяжело, вы можете разобрать кассандру на кластере. Если вам нужно аналитикам онлайн ставить какой-то друид. Вертика за деньги. Есть бесплатные решения. Типа друида посмотрите. Аналитические. То есть на самом деле софта полно опенсорсного, качественного. И вы делаете свой сервер-приложение. Поэтому, когда вы в связке рассматриваете MySQL, допустим, Perl, Python, PHP, Apache, Nginx, Linux и Unix, вы получаете классное решение, очень мощное, решающее большой спектр задач. Это совсем не хуже, чем какой-то Java Spring, допустим. Который там, на нем очень долго писать. Какой-нибудь Hybris, Oracle и так далее. Это совсем не хуже. Это такие же классные решения, работающие быстро и надежно. Мне кажется, надо присматриваться к ним и не думать, что это что-то такое простое. Так, идем дальше. Значит, что почитать? Ну, смотрите. Я разработчик, что читать? Давайте, вот, мне просто мучает совесть, я там говорил про Computer Science, и что-то я мало про него говорил. А, вопрос. Зачем сейчас нужен патч, если его полностью уже можно заменить Nginx? Ну, не полностью, я думаю, не полностью. Апач все-таки, он, как бы, у него свой легендарный сервер, и Nginx классная штука, конечно. Но, там, что там у нас, балансирует он хорошо. Апач, мне кажется, для таких задач тоже подойдет. Ну, мы всегда ставим Nginx перед Апачем, чтобы он раздавал статику. А дальше, либо Апач его стоит, либо у вас, ну, всякие Апач, там, с маршрутизацией, там, с перезаписыванием запросов. Вот, традиционно используется. Хотя, может быть, наверное, Nginx уже много от него забрал. Вот, но можно какой-нибудь PHP FM поставить, да, или для питона какое-то решение после Nginx. В принципе, жить хорошо. Вот, что почитать. Смотрите, я вот сейчас немножко остановлюсь. Ну, да, PHP FM, Nginx. Смотрите, по поводу машинного обучения. Что и, вот, если идет хайп машинного обучения, нейронные сети и разработки. Что делать нам, разработчикам? Скажу честно, мы занимаемся машинным обучением. Я занимаюсь тоже в компании машинным обучением несколько лет. Последний год, наверное, мы сейчас занимаемся активно нейросетями. Первое, значит, какой язык нужен в программировании? Скорее всего, лучше всего это питон. Потому что, вы не бойтесь питона, если вы его не знаете. Питон это одни выходные, и вы можете любой фреймворк брать и копать. Куча готовых примеров, связанных с машинным обучением, существует в сети. Сразу надо идти, куда скакит ли он? Скакит ли он проект, в котором собраны алгоритмы машинного обучения на питоне? Пожалуйста, делайте. Там скриптик у вас будет, говнокод на 50 строчек какой-нибудь математический такой. И эта штука сразу у вас запустится, посчитает вам какую-нибудь логистическую регрессию, бальсерский классификатор, что вам надо, машина опорности векторов, что там еще. Кластеризует вам каминцам, семинцам, чертинцам данные. Это все машина обучения. И дальше это можно красиво график нарисовать в питоне, библиотечке, называется на Matplotlib. Пять строк говнокода, и у вас график прекрасный. Царство небесное, умер не так давно разработчик, Matplotlib. Отличная библиотека, классная. То есть питон – это класс. Вот для машинного обучения. Если вы хотите идти в сторону нейронных сетей, то вам подойдет уже, я рекомендую Keras. Keras библиотека. Я в последнее время в ней только работаю. Это надстройка над низкоуровневыми фреймворками по машинному обучению под названием TensorFlow от Google и под названием Tiana от университетов в Москве Монреале в Канаде. Keras позволяет быстро создать прототип любой конфигурации нейронной сети. Он очень гибкий, интересный. И 50 строк говнокода у вас получается моделька, которая покажет результат. Допустим, что вы делаете в машинном обучении. Классификация у вас в основном. Бинарная классификация, мультиклассовая классификация. Это у вас какая-нибудь регрессия может быть. Вы получите результат, допустим, 80% точности. А потом придет профессор, и вы получите результат 85% точности. То есть вы даже без профессора можете получить для бизнеса очень неплохой результат и даже выиграть ее в продакшн. Если вы хотите дальше этим заниматься, то я сейчас вам рассказал как разработчик к разработчикам. Есть еще на Java фреймворк, называется Deep Learning 4G. Он использует библиотеку работы с цензорами быструю под названием ND4G. Для Python библиотека работы с цензорами называется NumPy. Иначе вы просто на PHP матрички быстро никак не перемножите. Никак. Вам нужна библиотека на C, которая будет умножить матрички. Ну, не матрички, это я сказал для простых слов, но на самом деле называется тензор. Это многоуровневый массив такой. Это называется тензор. Вот в этих библиотеках, в нейронках. Поэтому Python вам нужен NumPy, либо вам нужна Deep Learning 4G с библиотекой ND4G. Там примеры есть. Я не сказал самого главного. В машинном обучении куча математики. Как бы мы от нее не уходили, коллеги, но там, к сожалению, знаний программирования недостаточно. Самое легкое, что есть в машинном обучении, это программирование. В машинном обучении необходимо вспомнить, либо выучить, если у вас не было математики высшей. Надо выучить для начала базовое понятие линейной алгебры, потому что вы будете там множить матрички дальше, матрички на вектора умножать первое. И дальше вам нужно будет выучить, что такое теория вероятности в базовом применении терверчик, для того, чтобы понимать, как работает базовый классификатор, как работают различные алгоритмы кост-функции. А если вы полезете в дебри, то там уже теория информации, всякий Шеннон пойдет, это всякие мультикласс кросс-энтропия, это всякие производные второго порядка, Якобиана там, матрицы, это всякие теории множества, это Джаккарды. И, короче, поехало и пошло. Поэтому, на мой взгляд, если интересно, надо лезть, брать, смотреть примеры, но выделяйте месяца три где-то на то, чтобы вспомнить математику, либо почитать, что вам нужно из математики, чтобы разобраться в архитектурах нейросетей. Книжка deeplearningbook.org, первые несколько глав посвящены напоминанию нам, инженерам, о основах высшей математики. Без нее просто дальше не пойдете, вы просто убьетесь, потому что дальше пойдут всякие формулы сложные. Но, тем не менее, там не так много математики, а дальше просто интересно заниматься машинным обучением. Это сейчас тренд. Я рекомендую сразу эти нейросети. Сразу рассматривайте нейросети. Смотрите, для классификации обычной нейросети, посмотрите сверточной нейросети, которые на ГПУшках очень быстро обучаются. Посмотрите рекуррентной нейросети, которые на ГПУшках тоже уже быстрее гораздо обучаются. Рекуррентной нейросети позволяют предсказывать последовательность. Сверточные нейросети позволяют нам предсказывать, работать с текстами также. Это тоже можно, свертку применить для обработки текстов. То есть сейчас идите сразу в нейросети, сразу питончик, и потом веб можете выдавать из питончика напрямую через сокет или какой-нибудь джанго модельки. Так люди и делают, и не парятся. Так, я надеюсь, по машинному обучению я немножко сказал. Теперь, значит, по... Что же почитать для разработчика? Хаскель можно поучить, если скучно, потом радоваться жизни. Скалу рекомендую книжку Мартина Андерски. Прекрасная, прекрасная книжка про программированные скалы. Вы увидите, что есть сейчас лучшего в мире программирования, что есть, чтобы понюхать, пощипать это и понять, что много вам не надо, а то, что есть, вы поймете, что такое всякие там функторы, что такое всякие там ковариационное наследование, контркоррекционное наследование, нон-ковариационное наследование. Начать разбираться в этих терминах, популярных сейчас, но редко применимых на практике. По поводу Unix рекомендую Ричард Стивенса читать книжки. Там у него немножко книжек, но это, на мой взгляд, один из лучших авторов по Unix, по TCP, по программированию низкоуровневому, по BASHу и так далее. По MySQL книжка прекрасная, Петя Зайцева, Ижи с ним, Hyperforce MySQL. Очень рекомендую, читайте. Так, 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 значит, вопросы. Мне можно заканчивать, да, у меня вопросы тут идут. А вы преподаете, я хотел бы сидеть Java. Я не преподаю. Нет, 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 я не преподаю. Я разработчик в компании, руководитель отдела контроля качества внедрений. Ну, при этом занимаюсь евангелизацией и всякими высоконагруженными проектами в компании, влачными сервисами и так далее, и машинным учениками. HTML еще жив, он нужен вопрос? Ну, конечно, нужен. Кстати, про HTML мы уже не сказали. HTML это универсальный язык визуализации. Это фактически как как свинг в Java, какой-нибудь там GTK, там CLTK. Это все GUI-шная штука. Причем она универсальная, можно сказать, и работает у всех, ну, в кавычках, одинаково. Уже как бы гораздо лучше стало, чем у нулевых. Поэтому фактически вы работаете с GUI-шкой, вот, и ему надо учить, чтобы понимать, как вообще рендерить контент людям. В базовом виде надо понять его. Тонкости HTML есть. HTML там в последних версиях там, конечно, там всякие плюшки появились. Ну, то даже верстка, CSS подтягивается. Как бы технологии эти одни несложные. Ну, как бы, если в базовом виде учить, одни несложные. А если вы занимаетесь версткой, вам, конечно, надо знать эти вещи детально. Верстка это отдельное направление. Там прям вот нужно прямо в деталях разбираться, чтобы работать в студии, допустим, хорошо верстать. То же самое касается JavaScript. Какой бы он простой ни был, сейчас JavaScript, чтобы знать хорошо, надо много про него читать, надо знать, как он работает в разных браузерах. А с выходом Node.js надо уже, там уже серьезные штуки появляются из E6 стандарта. Там уже серьезное программирование. Поэтому JavaScript это совсем не игрушка, это серьезный инструмент, который стоит учить и стоит к нему уважительно относиться. Так, значит, Sublime пойдет ли веб-разработке или все-таки стоит переходить на хп-стон? Да? Как вам удобно? Если вам уже неудобно в Sublime, Sublime очень удобная штука, многие используют, я общаюсь с людьми, многие профессионалы его используют. Если не помещайтесь, переходите. Так, ну давайте дальше идем. Значит, последний миф, это веб-разработчики на LAMP самые наглые. Я скажу, что это не миф, это правда. На самом деле, веб-разработчики наглые, потому что мы решаем задачи быстро. Это правда. На чем мы их делаем? PSP, Python, каждый по-разному, но кто-то на Java даже это все делает, на самом деле, на Spring, надо вожительно относиться к коллегам, естественно, хотя им гораздо тяжелее, чем нам, и у них там куча классов объектов, кто-то на фреймворке решает задачи. Тем не менее, это правда. Я считаю, что веб-разработчики одни из самых умных программистов, потому что они постоянно решают задачи, они занимаются алгоритмами, они вынуждены их изучать, они в курсе последних технологий и они совершенно не фигней занимаются, студенты программируют, это реальные разработчики, у которых очень короткий жизненный цикл проектов, часто релизы, часто дедлайны, они в продакшене, и они как бы не как монахи где-то там в затворе сидят, носить что-то, пилят годами, они реально сражаются в бою, поэтому к ним надо относиться с уважением. Веб-разработчикам полезно очень развивать знания Unix, сетевых протоколов и веб, очень рекомендую. Необходимо развивать знания о релизиональной алгоритме, базе данных очень хорошо, обычно нам это надо знать лучше, чем остальным разработчикам, потому что у нас это единственное хранилище, которое можно сохранить туда и работать, и на SQL. И я считаю, что веб-разработчики это очень плодотворные разработчики, наверное, мы по плодотворности приближаемся к мобильным разработчикам, или они к нам приближаются, которые пишут всякие маленькие программки, работающие, но в основном полудох устройств всяких тормозных, но тем не менее они уже, некоторые устройства приближаются по скорости к компьютерам, по 6, по 4, по 6, по 8 ядер, там память по гигабайту уже, поэтому мы к ним как бы очень похожи. Так, значит, у меня, коллеги, последний слайд, предпоследний слайд, что быть веб-разработчикам круто, ваш код будет работать реально на благо человечества, от мысля до релиза дни и часы, это правда, вы запустите, веб-разработчик запустит десятки или сотни проектов, это правда, вы можете веб хвастаться, вот, поэтому, короче, если вас тянет куда-нибудь на Java, там, на C Sharp, в контору, на C++, что-то писать, вы должны понимать, что вы можете в корпоративном болоте состариться, умереть, и заниматься какой-то фигней, там, да, большим количеством людей, очень хотите попрограммировать на низкоуровом языках, я вам рекомендую open source, пишите, коммите туда, вы увидите прекрасных людей, вы познакомьтесь с хорошими разработчиками, вы увидите уровень международных кода, вы увидите, что такое, ну, вы увидите, что такое исходники нормальные, там, как бы, понюхайте качество, это очень важно, поэтому лучше туда, вот, идите и коммите туда, хотите, каски, рекомендую, ну, для развития ума, но для прикладных задач, конечно, нет, короче, быть разработчиком круто, особенно веб, вот, я тут даже слайд такой нарисовал, мы, вот, я удувляю веб-разработчика, это Голиафу, который, из прощи камушком побеждает большого Давида, точнее, нет, Давид, который побеждает Голиафа камушком, из прощи на спринг, Java Spring MVC, то есть, здоровая платформа, куча книг, годы и образования, там, хорошие зарплаты, корпоративный софт, а тут такой мальчик выходит с прощой, раз, короче, и мочит камушком в лоб этого Голиафа, потому что он на 5 строк на питоне, на PHP, на Ruby написал и решил задачу, это круто, мне кажется, это красиво, это мощно, ну что, мы ищем разработчиков, и мы, и Bittrex, наши партнеры, веб-разработчиков, живем один раз, не забывайте на это, коллеги, у меня все, спасибо за внимание, пожалуйста, задавайте вопросы, я вам с удовольствием отвечу, и пока вот вы будете их писать, вопросы, я буду сидеть на них отвечать, значит, вопрос такой, спасибо, хорошая книга по PHP для новичков, о, по PHP книгу, да мне кажется, по PHP книги, а что там читать-то, берете php.net, читайте про язык, вот и все, там примерчики есть, я когда-то прочитал PHP для профессионалов книжку, я тогда понял, что PHP это не игрушки, это инструмент для связки, очень связан с Unix, и так как я PHP знал, что там знать PHP, это там пара выходных, вот Unix надо знать, Unix надо учить, а PHP с ним связан, вот вы потихоньку перетечете в Unix, лучше вот читайте в связке PHP и Unix, ну, если вы, у вас низкоуровневый программированный сервис, какие-то, если у вас веб и фронт, то надо в связке изучать JavaScript, PHP, JavaScript на уровне ESS6, уже туда идите, читайте, вот, а, что еще, в принципе, вот, ну, HTML, да, Штемельси, ну, на глазом уровне, если не универсальщик, скорее всего, у вас будет верстальщик в студии, который прекрасно это делает, вы, скорее всего, никогда не сможете верстать, как он, потому что это отдельное искусство, которое, если мы все глубоко уважаем и ценим, умение красиво верстать, ну, скорее всего, вам нужно писать код, обращаться в Баску и делать безопасные вещи, то есть, писать код безопасный, фильтровать все это, да, так, коллеги пишут, что спасибо, коллеги, вам спасибо, если вам понравилось, пишите отзывы, там, e-mail есть, значит, Эля собирает отзывы, я буду смотреть отзывы, и, значит, плюс еще видео наше мы выложим на Хабар, на YouTube, пожалуйста, если что, вы забыли, можете потом презентацию пересмотреть на YouTube. Какие прогнозы на будущее на 5 лет? Мой прогноз следующий, что динамические языки, они будут дальше захватывать рынок, ничего стыдного не будет, надо ими заниматься на уровне профессионалов, то есть, писать хорошо на простых динамических языках, на PHP, на Python, Ruby посмотрим, Я вас крипт обязательно уважаем, смотрим ES6 Standard, смотрим Unix, и, конечно, если у вас есть время и желание способность, посмотрите, конечно, мобильную разработку, это тоже очень-очень важный тренд, который будет конкурентом веба, я думаю, и, если очень хотите, это машина обучения, нейронные сети, но здесь я вас предупреждаю, программирование будет самым простым, с чем придется столкнуться, ибо в машинном обучении все гораздо сложнее, потому что, кроме программирования, там еще есть ошибка, может быть, как в коде, так и в данных, которые вам пришли, так и в фильтрации, так и в выборе архитектуры модели, математической, которую вы использовали для предсказания, так ошибка может быть еще в параметрах модели, поэтому все-таки там больше математики, и как бы мы не хотели от нее уйти, там требуется заниматься, то есть терверчик, линейка и больше практики, но тем не менее это интересно, то есть для бизнеса вытащить какую-то мл, нейронку для веба вы сделаете, вы ее внедрете на бой, у вас она будет работать, какая-то распознавалка текста, изображения, звука, предсказания следующего действия пользователя, в CRM, для интернет-коммерции, вы какую-то там имейли прикрутите, посмотрите, у меня много в Вебе, на Ютубе наберите меня, я там про машинное обучение рассказываю, я несколько было вебинаров, я прям глубоко копаю, там рассказываю про нейронки, последний мой вебинар, посмотрите, там я про нейронки рассказываю, на уровне математики, глубоко прям копаю, на уровне алгебры, на уровне линейной алгебры, Вот. Поэтому, как бы, это отдельная область. Так, значит, дальше. Как в баш загрузить файл в память и удалить строки, которые содержатся в другом файле? Ну, я вам сейчас... На самом деле, на баш я этим бы не занимался. Я бы это... Для этого бы я авк использовал. В авке неплохо можно... Не надо в память ничего загружать. Поточная фильтрация в авке работает хорошо. В авке можно... В башке не все красиво. Дурацкие конструкции такие вот эти всякие там. Регулярки по-дурацки там сделанные. Авк берите, смотрите. Работает быстро, фильтрует быстро. Не хватает авка, питончик. PHP там. Го возьмите в консоли. И сделайте нормально. Не занимайтесь садомазухизмом. Не надо на языке, который не назначен для этого красиво решать задачи. Ну, и не красиво он решит задачи. Так. Сделайте доклад по языке мобильной разработки. К сожалению, я не занимаюсь мобильной разработкой. Женя Петриченко занимается мобильной разработкой. Он интереснее расскажет. Про джаву я могу рассказать более глубоко. Так, насколько я помню, шестая, по-моему, джава мобильной разработки используется в андроиде. Вот. Про джаву могу много рассказывать. Я очень много делал на ней и читал книжек очень много разных. Перечитывал. Многопоточной джавой занимался. Я знаю очень хорошо этот язык. Вот. Люблю его. Но, тем не менее, я его использую для каких-то конкретных задач, а не для всего подряд. Вот. И PHP я тоже использую. И Python. Так. Будет еще семинар по этой теме? Ну, по какой теме? По теме сравнения. Если интересно, напишите отзывы. Я проведу еще. Ну, пока, как бы, смотрите, цель была какая у вебинара? Рассказать, что есть Rust, что есть Scala, что есть Kotlin, мы коснулись немножко его, что есть функциональный подход, что есть ML сейчас, Machine Learning выходит вперед, что есть Python, который в Machine Learning работает хорошо, что не надо думать, что PHP это для дураков, не надо думать, что JavaScript для дураков, не надо думать, что LAMP это что-то устаревшее, и вся к Java фреймворке там порвут, ничего не порвут. Мы все в одинаковых условиях, и мы работаем, мы очень лаконичный пишем код, и быть веб-разработчиком очень круто. Очень круто, и не надо строить каким-то комплексом неполноценности, что мы веб-разработчики. Это круто, и веб, на мой взгляд, я, наверное, закончу вебинар, веб, на мой взгляд, очень сильно двигает вообще IT, именно веб. И веб дальше будет двигать IT, интернет же развивается активно, и мобильная разработка будет двигать IT. Поэтому Вебу мы благодарны, потому что он, так сказать, внес такую энергию к нам, разработчикам, мы сейчас работаем, решаем бизнес-задачи для Веба. Коллеги, спрашивают про программированный PHP вебинар. Я подумаю, спасибо. Коллеги, всем спасибо. До свидания. Хорошего настроения, хорошего дня, удачи. Пишите, шлите отзывы, и будем делать новые вебинары. Всем спасибо. 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 Продолжение следует...